Собственно, митапы митапами, да, ребята, митапы митапами, а подкаст в топике телеком, как всегда, по расписанию. Сегодня мы обсудим, как обычно по аудио, такую тему, как видеонаблюдение внезапно, да. Должны были по видео, вроде бы, логично было бы, но мы, к сожалению или к счастью, видео не делаем, поэтому у нас будет только аудио. В гостях у нас сегодня целых три гостя. Двое из них из всем известной компании Flussonic, а кому это название неизвестно, можно открыть Google и проверить, что же за компания такая. Андрей Терехин, продукт-менеджер. Дмитрий Варичев, продукт-менеджер Flussonic Cameras. Cameras, правильно, Дмитрий? Cameras, Cameras, Cameras. И третьим гостем у нас сегодня выступает Дмитрий Казьменко. Тот самый владелец... Да, привет, Дим. Дмитрий. Мы договорились, что у нас есть Дима, а у нас есть Дмитрий. Да, у нас коды тайные. Да. Владелец торговой марки «Бизнес-связь» и создатель проекта «Сочи Камера», о чем он и расскажет ближе к концу. Из ведущих сегодня с вами буду я, Антон Клочков, Лохматый Мамонт. Кстати, Саш, ты сегодня в килте? Нет, я сегодня не в килте. У меня даже похмелье после митапа закончилось. Вот я вроде после митапа много-то и не пил в конце, но что-то с утра как-то так не весело было, прям не знаю. У тебя есть последний шанс бегать и успеть выпить аспиринчику. Потому что тебе хвалить патронов нужно где-то делать качественно, а то мало ли чего. Марат Сигуатулин. Привет, Марат. Привет. И с нами сегодня еще Стас Миллер. Привет, Стас. И привет всем гостям. Да, гости, конечно же, привет. Перед тем, как вы расскажете, кто вы, откуда, зачем вы пришли, что хорошего хотите рассказать, давайте немножко вспомним, что же у нас там с патреоном происходит. Нет, подождите, а о сопле с сахаром про митап мы не пожуем? О сопле с сахаром про митап тоже можно вспомнить, пожалуйста. Слушай, мы записали Ирл длиной там два с лишним часа, наверное, на котором успели поговорить процентов, наверное, 30 всех, кто присутствовал на митапе. Так что вот там и сопли, и сахар, и всемирные обнимашки, и тортик линг-мяп. Так подожди, подожди, мы его записали или он реально записался? Его кто-нибудь слушал, вообще слышал? Он существует, эта запись? А диктофоны, кстати, забрали? Я не забирал. Слушай, судя по индикации, записали. Я видел, что там горело красненько, и прыгали уровни. Ну, это, конечно, хорошо. Может быть, только узнают, потом выяснится, что кто-нибудь карточку забыл, и все такое. Не, ну, по-моему, кстати, слушайте, митап-то прошел весьма душевно. Хорошо, вот сейчас будем сидеть, читать отзывы. Предварительно нас, кстати, хвалят. Хвалят. Да, хвалят прекрасно. Есть, конечно, над чем работать, само собой. Нужно становиться лучше, но, на мой взгляд, прошло все прям хорошо. Хорошо. Самое главное, в следующий раз зарезервировать электропитание в СОДе. Слушай, да, это, по-моему, вообще шутка дня просто. Но, слушай, нет, они по-честному сказали, что, да, конференционный зал у нас пока не заведен от чистого питания, поэтому... И, короче, если, опять же, им верить, такое у них случается впервые, что не то, что два раза в день в городе моргнуло электричество, так еще и два раза во время одного и того же мероприятия оно моргнуло. Но, кстати говоря, мамой клянутся, что у них в ближайших планах как раз-таки есть подключить конференционный зал уже к чистому питанию, и такой шляпы происходить не будет. Но зато было весело и смешно, хочу сказать. Да, в следующий раз мы это обязательно проверим. Как говорится, есть что вспомнить. А мы, кстати, выбираем место следующего митапа, если у нас хватит на него сил и запала, накидывайте идей. Давайте, честно скажем, еще и средств, поэтому как раз вот здесь можно классно заехать, что, ребята, если вам понравился митап и вам нравится вообще наша деятельность, самый лучший и простой способ поблагодарить нас это... Я не помню, кстати, у нас на сайте висит карточка для прямого перевода или не висит? Там что-то висело одно время. Марат, ты же у нас этим занимаешься, скажи-ка нам. Слушай, есть, она там, типа, ты нажимаешь на кнопочку, у тебя копируется номер карточки в буфер. Ох, а понятно, технологии. Вот. Но это для разовых, значит, действий. Для тех, кто хочет, там, не знаю, раз в месяц 100 рублей присылать или еще что-то такое, это все еще Патреон. Удобнее него ничего не придумали. Заходите, подписывайтесь на комфортную сумму денег, и раз в месяц у вас эта комфортная сумма списывается. А за минувший отчетный период, это уже два или даже целых три месяца. У наших патронов присоединились такие прекрасные люди, как Федор Хомяков, Евгений Погодин, Ярослав Сапак и даже Тимур Тукаев. По верной традиции, учет тех, кто из славных рядов патреонов выписался, мы не видим. Мы их даже не выгоняем из чата для патронов, на самом деле. Была когда-то такая мысль, как-то это следить, потом, тьфу, на это все, короче, не надо. Саша, помнишь, кто-то пытался даже это эксплуатировать, как уязвимость? Я это помню, разговор, прекрасно. Слушай, ты знаешь, я тебе так хочу сказать, наша вера в людей настолько вообще безграничная, что у нас даже на митапе, если ты вспомнишь, процентов 90, вот, футболки и прочий мерч, просто лежал на столе, и там лежало вот реквизиты, куда как бы переводить, и сколько надо переводить, если ты что-то хочешь себе там взять купить. Я тебе честно скажу, я даже не считал там, что там, покрали у нас футболок, не покрали, или все было как бы по чесноку, ну, что там, ребят, что-то присылали. Футболочки раскупили. Кстати, хочу сказать, что в отличие от Москвы, видимо, Питер-то питается получше, потому что всякие XL, 2XL и все прочее улетели просто вот по щелчку пальцев, осталась куча елик, в Москве было все наоборот. Так северо-запад холодно, нужно же как-то выживать, понимаешь? А, прослойчка нужна, а ты на эту тему, вот. А так у нас осталась куча футболочек, ну, ладно, не куча, ну, сколько штук, наверное, 8, вот. Там уже поступали предложения, отправьте мне их по почте, слушайте, так надоело бегать на почту, вы бы знали. Все, пока. Может быть, когда-нибудь я подобрею и отправлю их кому-нибудь по почте, но пока мне лень, сорян. Безграничное доверие линкмяпа людям, своей аудитории. Отличная нота. Давайте на ней перейдем уже к нашей теме. Ну, а перейдем-ка перейти. Простите за каламбур. Давайте гости расскажут о себе, кто они такие, и кто им давал право рассказывать. С какого района. Да, да, с какого района, чьих будут. Давайте, кто первый, кому не страшно. Да, давайте, давайте начну я. Всем привет, чтобы по голосу узнавали Андрей Терехин. Чихо и откуда? Как-то меня давно, лет 16 назад, занесло в IT-бизнес. И это были мои институтские годы. Я там так плотненько попробовал и остался в нем. И вот 16 лет по-всякому хожу, по-всякому делаю. И оказалось, что дорожка вывела меня на продукты. В такую специальность, в такую профессию в IT, которая связана с созданием продуктов, с продвижением продуктов, с развитием продуктов. И этим я занимаюсь где-то уже года 3-4. Из коих в этом году, в этом году, да, компания Flussonic в этом году нашла меня, пригласила меня, мне стало любопытно и интересно. Я согласился. И теперь я занимаюсь во Flussonic и видеонаблюдением. О коей мы сегодня с вами хотим и поговорить. Это прекрасно. Мне очень понравилось, что вначале Антон сказал, что Flussonic знают все. А вот я честно скажу, я узнал про существование Flussonic только из анонса этого подкаста. Вот, есть повод поговорить, что такое Flussonic. Однозначно, однозначно. Так, кто следующий? Ну, давайте я, если уж с Flussonic начали. Меня зовут Дмитрий Варичев. Я являюсь менеджером по продукции. Отвечаю за камеры. и прочую периферию для нашего ПО в Flussonic. Мы с Андреем как-то историю нашу никогда не обсуждали. Но у меня похожая ситуация тоже. Я вообще гуманитарий и кандидат исторических наук. И тоже 15 лет зашел в IT и так здесь и остался. Вот. Так что вот так вот будем. Манят и держат. Да. Ну что, я теперь? Видимо, да. Больше Дмитриев. Дмитрий Казмиенко. Я живу в городе Сочи. 46 лет. Занимаюсь телекоммуникациями с 1996 года. Работал в таких компаниях, как Global One, которая потом стала Эквантом и Оранжем. Потом в Транстелекоме. В 2002 году меня доблестно уволили из Транстелекома без моего желания. Ну и вот я очень благодарен. Потому что появилась в результате компания «Бизнес-связь», которая работает в Сочи с 2002 года. 25 лет получается мы на рынке. И из них 15 лет мы занимаемся стримингом, видеонаблюдением, веб-камерами и их трансляцией в публичный интернет. Вот, вкратце так. Сейчас еще должен был сказать. И вообще Твич придумали мы. Надо, я скажу. Нет, ну это надо, чтобы все-таки соответствовало правде-то хоть чуть-чуть. Не, ну Твич я вообще о нем недавно узнал, потому что у меня четверо детей. И как бы вот это началась история с этими играми. Ну, как сказать. Обычно с Твичами у нас разбираются техподдержки. Что такое Твич, я узнал там буквально, может, год назад. Я реально не знал, что-то. Всегда должно быть место чему-то новому в этой жизни. OnlyFans, например. После Твича. Да, но там, я насколько знаю, стриминга пока отлично справляются. Да, как раз очень отлично звучит. У меня там дети, и я вот тут познакомился с OnlyFans благодаря детям. Потрясающая история будет. Ну, а это в рамках вот этого разговора? Ну, слушай, там можно пришить видеонаблюдение. Можно туда пришить. Как бы камера есть, стриминг есть. Пожертвования на камеру. Пожертвования на камеру. Вообще хорошая еда. Все, все, началось, началось. Ладно, давайте уж все-таки что? Переключимся более-менее на наш очень хитрый план. И по плану-то мы как хотели поговорить? Начать с экскурсии в историю. Все-таки обсудить, что видеонаблюдение это не вчера китайцы придумали с IP-камерами за 100 рублей. Или почем они там нынче-то продаются. И то, что это аж началось. Вот я не знаю, кто это в план писал, что наблюдение за стартом ракеты Фау-2. Вот расскажите, кто это хотел? Очень интересно будет посмотреть на то, как это развивалось. Ты правильно уловил, что люди это давно придумали. Люди давно это эксплуатируют. И тут стандартное такое людское поведение. Люди любят ходить во всякое неизвестное, ввязываться в приключения. Как только они ввязываются в приключения, они себе еще что-нибудь на свою голову придумывают. И вот, собственно, всем известно, что немцы ввязались в приключения с ракетами. На заре ракет они были не очень надежные. Они имели свойство падать, взрываться. Представьте себе, ракета такая бандурка, заряженная топливом, падает на скорости. Она вот только взлетать начала и упала. Ее несет в бок, она с чем-нибудь сталкивается и взрывается. Все круто, но инженерам очень не нравилось наблюдать за такими стартами. Это прямо ему категорически не нравилось. Потому что, сами понимаете, опасно. Тогда инженеры почесали себе голову и придумали, что можно вот наблюдать, но так, чтобы издалека. Так, чтобы нам безопасно было. И вот эта мысль их в 42-м году привела, по сути, к рождению видеонаблюдения. Кажется, Брух, если я правильно произношу его фамилию, как-то связанный с компанией Siemens, вот в такой коллаборации придумали видеонаблюдение. Но в то время это было прям совсем такое кондовое, суровое детище, когда где-то стоит камера, с другой стороны сидит человек, и он только смотрит. Никаких записей, никаких постанализов, ничего такого не было. Человек просто наблюдает за тем, как взлетает ракета. Ну, учитывая, что тогда кинескопы-то только придумали, там же даже не кинескопы, а как они, авоскопы или что-то. Да-да-да, вот это чудо. Но, тем не менее, начало было положено. Это дело начало развиваться. Залезло даже в головы писателям-фантастам, мне что-то здесь вспомнился, Орелл с его 1984, если помните, читали. Даже туда немножечко просочилась идея видеонаблюдения. И, может быть, там дальше по теме мы пообсуждаем, к чему нас может привести это видеонаблюдение. Ну, как бы то ни было. Колесо запустили. Его раскручивали по-разному. Например, немцы, наверное, первые, кто массово стал адаптировать видеонаблюдение. Значит, где-то году, так, 1956 в Гамбурге, немцы запустили систему, которую они назвали, сейчас я попробую произнести, не сильно ругаясь, «Заубершпигель». Приводится буквально «волшебное зеркало». Они с помощью камер решили смотреть за дорожным движением и регулировать его, потому что им показалось, примерно как и немцам в 1942 году, все тем же немцам, что не имеет смысла ставить человека на перекресток, можно его посадить в комнату издалека, позволить ему смотреть за трафиком и как-то его регулировать. И, собственно, эти же немцы ближе к концу 50-х придумали штрафы. И то, что мы знаем сейчас, когда нам приходит фотография с машинкой, которая что-то такое нарушает. Вот нечто подобное они тоже придумали. Понятно, что в те времена такого еще не было, но, тем не менее, спасибо немцам за это изобретение. При всех кажущихся плюсах видеонаблюдение в то время было безумно дорогой игрушкой, которая была подвластна не всем. И вот это очень классно иллюстрирует кейсы 60-х годов. Один из кейсов – это кейс с приездом тайской королевской семьи в Британию. Тогда, это был 1960-й год, тогда британские спецслужбы, британская полиция решили сделать прям неимоверную, неимоверно безопасную систему, вложиться в нее прям вот как только можно сильнее. И они, значит, на Трафальгарской площади организовали видеонаблюдение. Постарались, все сделали. Это было всего две камеры. Они прожили ровно время приезда к тайской королевской семье, после чего были демонтированы, потому что просто неподъемная задача для тех времен была. Подожди, а я вот хочу уточнить. В чем, собственно, неподъемность задачи? Вот, смотри. Подожди, я просто мысли хочу чуть-чуть раскрыть. Да, если на нее смотреть так издалека, то что такое видеонаблюдение? Камеру поставили, к телеку подключились, иди наблюдай. Что тебе еще надо? Это ты говоришь как современный человек. Давай я проиллюстрирую это следующим кейсом, кейсом 68-го года. В Нью-Йорке. Вот эти ребята решили в, кажется, Орлеан, ну не так важно, важно, что в штате Нью-Йорке они решили запустить проект видеонаблюдения. Олеан. Олеан. Олеан, спасибо точно. Город Олеан. Значит, они два года монтировали восемь камер, и это у них заняло в сумме где-то 1,4 миллиона тех долларов. Вроде бы, как ты говоришь, ничего с латарасного. Повесь камеру, посади человека, пусть смотрит. Два года, восемь камер, 1,4 миллиона. Но, тем не менее, запустили эту систему, она как-то начала работать. Из ограничений этой системы все еще не хватило ресурса на то, чтобы писать. Никакого разговора о том, что эта система 24 на 7 пишет, и потом можно что-то такое посмотреть и расследовать не было. Это была, по сути, система реального времени. В лучшем случае можно было записать снова опять по команде. Кого-то попросили, он прямо сейчас зарядил запись. Если нет... То есть, подожди, извини, пожалуйста. То есть, получается, человек постоянно какой-то сидит и наблюдает, и когда его просят, он нажимает кнопочку? Ну, я не готов сейчас обсуждать прям детали, как это было в Нью-Йорке. Сидел ли там выделенный человек, который наблюдал за этим, хватило ли им на это ресурса. Но с тех времен нам известно, что записи не было. В лучшем случае были записи по команде, делались какие-то снимки. Но эта система, в общем-то, была системой реального времени. Все ее польза была лишь только в том, что ты прямо сейчас мог посмотреть в одну из этих восьми камер. Как и в фильмах голливудских, да. А все записи. Записи больше нет, да? Да, а записей не было. Неожиданно. Интересным фактом стал патент 1969 года. Это были супруги. Забыл фамилию, но не так важно. Значит, муж с женой решили запатентовать такую потрясающую штуку. Это, значит, система домашнего видеонаблюдения, которая позволяла женщине, то бишь супруге, посмотреть, кто подошел к двери издалека, удаленно, не подходя к двери. Ну так, на всякий случай. Вот. Патент. В те времена это не сильно разошлось по домам, не сильно применялось, но, тем не менее, эта идея легла, по сути, в будущем, в те системы видеонаблюдения, которые стали применяться в банках и в крупных ритейл-точках для охранного видеонаблюдения. И вот, значит, мы уже почти пришли к самому интересному месту. Чуть-чуть ускорее. В 70-е годы, наконец-то, изобрели видеомагнитофон, который позволил облегчить запись. Тем не менее, кассеты все еще, необходимость их переставлять, они были ограничены по длине. По-моему, 8 часов всего в них лизало. Дальше придумали такую интересную штуку, как мультиплексор. Это когда сигнал с нескольких камер заходит на один экран. Это сильно облегчило задачу по хотя бы реал-тайм-наблюдению. Можно было посадить одного человека, который на одном мониторе видел сразу несколько камер. Чувствуете, что колесо сильно раскрутилось. Совсем раскручиваться в ту самую сторону, которую мы сейчас собираемся с вами пообсуждать, она началась где-то в 1975 году. Тогда компания Fairchild, в коей работали основатели Intel, она выпустила PZS-матрицу. Тем самым, можно считать, что эта компания втянула видеонаблюдение в цифровой мир и в все те плюшки, плюсы цифрового мира, которые мы наблюдаем. В то самое правило Mura, которое позволяет наращивать мощности на неимоверный 10 раз каждые 4-8 лет, в бесконечную гонку за удешевлением цены, в какое-то безумное количество разных вариаций на заданную тему одного и того же продукта. Это все привело к тому, что в 1996 году компания Axis представила первую полностью цифровую камеру. NetEye 200 она называлась. И что было самого важного в этой камере, что же поменялось? В камеру это принесла первое, процессор. Это стало прям настоящим компьютером. Второе, камера притащила вместе с собой Ethernet. Тогда это был 10Base-T. Тем не менее, камера могла быть подключена к обычной сети, использующейся компьютерами. И третье, это камера внутри себя содержала веб-сервер, который мог принимать команды. Собственно, в ней в комплекте шел Ява-софт, устанавливающийся на персональный компьютер. И с его помощью можно было отправлять этой камере команды. И вот где-то здесь колесо было раскручено до того, что у нас появилось, помимо аналогового видеонаблюдения, у нас появилось цифровое видеонаблюдение. И мы вошли в ту эру, когда стало много камер, стало много способов их использовать. Они стали дешевые. Кто-то тут упоминал уже, что можно купить камеру за Bux на Алиэкспрессе. Мы получили вот этот мир, о котором сейчас и хотим поговорить. Я думаю, за что зацепиться и с чего начать? Я могу зацепиться. У меня не то, чтобы у меня очень сильная боль, но давненько заметил. Вот как ты видишь, что произошел красивый переход, цифровые матрицы, веб-сервер на камере, и все здорово. Почему они до сих пор подключаются по SDI, который был придуман 30 лет назад, на который в местах ни дыши, ни плюй? Почему просто все не переделать на Ethernet? Сейчас, погоди. Можно я скажу? Да. На самом деле, ты сейчас какую-то очень редкость сказал такую странную. Ну, вот мы-то что, камеры используем, там SDI нет. Чтобы найти камеру с SDI, это надо поискать еще. То есть все-таки они вымерли в последнее время? Да, конечно. Он остался на ПТЗ, и то в очень небольшой его части. И это вот надо прям отдельно заказывать, чтобы тебе такую камеру подвезли. У нас ноль таких камер. Нам не просто... Слушайте, ну тогда отлегло. Тогда отлегло. Потому что ладно. Я просто последний раз с видеонаблюдением сталкивался так плотненько, ну, лет пять назад, чтобы не соврать. И я, по-моему, так удивился, что приходишь на проект, а они все из DISO-пли разматывают и рассказывают, как это здорово. Саш, мир IP побеждает. Понимаешь? Да дело как бы не в IP. Тут еще и рыночек решает, как я понял, потому что, ну, надо же продавать оборудование. Если ты разматываешь SDI, ты сразу ставишь конвертер, ставишь плату захвата, вот это все. На самом деле SDI умер еще не до конца. Вот, и битва аналогового сигнала с IP, она еще ведется, пока IP не подешевеет окончательно. Здесь просто нужно смотреть на каждый проект отдельности. Аналоговое видеонаблюдение имеет свой смысл, ну, в первую очередь финансовый, да, когда у вас небольшое какое-то помещение. Ну, например, видеонаблюдение внутри транспорта, внутри автобуса, например, вам надо четыре камеры повесить. Да, и если суммарно просто сам проект посчитать, то, в общем-то, АХД вам выйдет дешевле, потому что сами камеры АХД, они более дешевые, чем камеры IP, но чуть дороже будет у вас регистратор и АХД, потому что там более мощный процессор должен стоять, да, для конвертации. Вот, и, соответственно, провода аналоговые, они тоже подороже будут, чем у Ethernet. Если у вас большой проект, то там без вариантов, там даже считать нечего, вы просто на проводах не отобьете. То есть в маленьком сетапе у нас получается, мы по КАКСИАЛу там почему-то подключили, а с регистратором мы тем же самым IP, тем же самым Ethernetом забираем поток. Это же тоже возможно? Да, да, такое безусловно возможно. Ну, на данный момент просто практически... Сейчас медленный переход идет, вот в транспорте в частности, да, ну, вот именно маленькие помещения какие-то, это автобус, ну, первое, что в голову приходит, да, и транспорт, он до сих пор весь на HD, и, в общем-то, матрицы там позволяют, там те же самые 2 мегапикселя, там, да, которых Full HD, и этого вполне достаточно для всего, для видеонаблюдения, для качественного. Вот. Ну, а весь транспорт сейчас на HD, и переходить на IP они пока не спешат, потому что каждый автобус получается на IP решений дороже. Более подробно сравним уже там в следующих подпунктах, чтобы не скакать, да? Да, в целом, слушай, давай продолжим эту тему, мы отлично зацепились, вот, потому что видеонаблюдение, то, что это камера... Хорошо, окей, окей, окей. Я бы дополнить хотел, если можно. Наверное. На мой взгляд, вот нету сейчас чисто аналоговых систем, потому что... О, да, ты прям снял с языка. Ну, хочешь ты... Нет, безусловно, да. Ну, потому что, смотри, запись у нас цифровая на диск, да? Обработка цифровая, это все процессор делает. Ну, мы же не на бобины пишем это видео, правда? И каждый регистратор, он имеет выход тот же Ethernet, чтобы заходить снаружи и смотреть записи. Это все цифра. То есть, ну, аналог – это очень-очень условно. Аналог – это просто то, что выходит с камеры до регика. Дальше уже цифра остается. Слушайте, а кто скажет навсхидку? Вот у нас есть ограничения по Ethernetу, там, 100 метров. У нас есть... Да? Туда нужно поезд запихнуть, чтобы камера питалась. А что с Коксиалом? Какое у них ограничение? Ну, вот я как раз освежал свои знания, и я нашел упоминание о том, что свежие Коксиалки, дорогие, хорошие, модные, могут из коробки додощить до 1200 метров без каких-либо дополнительных ретрансляторов, просто вот от одного разъема до другого. Интересно. Я хочу допомнить, что я, насколько помню, с киношных времен, в чем фикус издияю, что он, например, не как витуха, типа вот там мы идем, идем, и все, дальше сигнал не поднимается, а он деградирует постепенно. Там, начиная с какой-то части, там пропадает, например, часть сигнала отвечающая за цвет. У тебя картинка становится черно-белой. Потом там отлетает, не знаю, половина строчек. Потом сигнал синхронизации. И в конце все-таки он сдох. Да, это как раз еще одна врожденная беда аналога, которая звучит как шум. Ты чем длиннее кабель ставишь, тем больше ты шума ловишь. То есть тут вообще не побороться. В отличие от цифрового, да, вот у тебя есть эти байтики, но потерял ты байтик, его дослали, картинка как-то выжила. А здесь шум, он постепенно тебе загаживает твое изображение. Ну и да, примерно то, что ты описал, что постепенно отваливаются части твоего видео, и в конце ты его теряешь. Так окей, и тогда как выглядит сегодня тогда, значит, современная IP-камера, регик, или что там вообще входит в твой кусок? То есть на камере считается картинка, она как-то упаковывает это уже в IP-поток, шлет на регик, или что там? Сейчас, ты говоришь про цифровое или про аналоговое? Потому что смотри, давай по частям аналоговое, как правильно было замечено, и не такое уж аналоговое, как кажется. То есть да, есть аналоговая камера, да, там сейчас стоит ЦМОС, матрица, они снимают сигнал, засовывают этот аналоговый сигнал в тракт, вот в этот самый коаксиал, а дальше он приходит на регистратор, который все цифровывает. Вот здесь аналог заканчивается. Я сейчас трудом себе представляю проект, где стоит вот прям совсем чистый аналог. С VHS-ами на конце. Да, 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 и с мальчиком, который кассетки переставляет каждые там несколько часов и относит их на склад тележечками, вот. А вот если берем мы IP, то что происходит? У тебя, значит, есть камера, у нее есть матрица. Матрица снимает сигнал, дальше он обрабатывается процессором, прям можно считать настоящим процессором, какой, и об нем можно думать, как это в настоящем компьютерном процессоре. Обычно сейчас в камерах Linux, то есть вот прям настоящий компьютер. Дальше сигнал, сигнал обязательно сжимается. Самый известный наш популярный кодок H264, зажимается сигнал, и дальше этот сигнал отправляется в сеть. Он добегает по сети, по нашему обычному стандартному Ethernet, как API-сигнал, он добегает до приемника, и здесь начинается вариация. Приемника может быть прям непосредственно клиент, который его видео получает, распаковывает и смотрит. Или же это может быть софт-регистратор, неважно, нечто, что этот сигнал принимает и как-то там обрабатывает, например, записывает в архив, например, его там переупаковывает и снова отдает клиенту, для того, чтобы клиент посмотрел. Ну, тут можно, чуть-чуть забежим вперед, быть может, добавляет какие-то такие крутые штуки, что выполняет сигналом в видеоаналитику. И тоже что-то такое полезное клиент отдает. Вот, собственно, вот так выглядит тракт. Вот так это работает. У меня такой еще вопрос тоже такой, ну, немножко по технике. Мой, собственно, вопрос, потому что, скорее всего, придется с этим столкнуться. Я его частично уже озвучил, 100 метров, да, Ethernet, а вот если я хочу вытянуть камеру подальше, мне что использовать? Какую-то камеру с fp-шкой и питание как-то по-хитрому заводить? Бывают ли такие камеры, где питание по меди, да, вроде можно 300 метров прокачать, чтобы, так сказать, без сигнала, просто питание? Да, и остальное по оптике. Как мне сделать большие расстояния на Ethernet? Ну, пожалуйста, оптика плюс питание отдельными жилами. Есть такие кабели специальные. То есть в одном кабеле у тебя питание идет, а оптика. Есть камеры, которые прямо оптикой подключаются, а не электрическим Ethernet. Сколько по расстоянию максимально ты видел? Ну, я видел или я знаю? Ну, хорошо, я знаю. Афтические трансферы работают там на 80 километрах, вот в Сочи, без проблем каких-либо. И питают камеру? Нет, нет, питание, конечно, это отдельно рассчитывается. То есть в плане питания там у них идет увеличение напряжения, нестандартное, там 12 или 48 вольт, а может, допустим, 220 вольт быть. Ну, естественно, при маленьких токах. И такую линию можно на километры прокидывать без каких-либо проблем. Мы просто это не используем. У нас камеры как бы всегда, вот мы, кстати, и в автобусы тоже ставили, камеры всегда там в районе 100 метров от коммутатора находятся. Но такая же камера, наверное, стоит еще хорошо по сравнению с какой-то усредненной, в которую оптику не надо заводить? На сегодняшний день я бы не сказал. Когда вот Китай правит рынком, там все очень дешево. Ну, то есть в 40 тысяч рублей ты можешь уложиться, к примеру. Это в смысле за одну камеру? Да? При том, что обычный буллет 5 тысяч рублей стоит. Так, а обычный буллет – это что значит? Ну, это камера на ножке с стационарным фиксированным фокусным расстоянием. Неповоротная камера. А в чем вообще вот бывает разница, кстати говоря, в камерах, в цене? Потому что я так очень обзорно смотрел. Там, ну, смотришь, грубо говоря, там камера уличная, камера уличная. У них там, как это, разрешение матрицы вроде одно и то же, там поддерживаемые кодеки вроде бы одни и те же, но разница может быть там раз в пять, легко и просто, при прочих равных. Это легко ответить. Во-первых, можно при одинаковых заявленных характеристиках совершенно по-разному выдавать качества. Кто-то будет шумный, кто-то нет. А во-вторых, деньги в основном здесь платятся за бренд. Вот тот же самый Аксис, который упомянули, да, это одни из самых дорогих камер. Вообще считается, что вот можно брать китайскую дешевую камеру, но при ряде условий. Самое главное из них – это если матрица там нормальная. Матрица нормальная считается у нас Sony. Это как бы стандарт. Если матрица, вот у вендоров знаешь, какая матрица Sony, значит, уверен, что камера будет отлично показана. Вот и все. То есть вот эти вот дешевые алиэкспрессные камеры, это все-таки не твой, бро, получается? Нам их давали, мы их в ведро все выкинули. Ну, реально, оно просто, оно берет, хочет работать, хочет нет. Заявлено Full HD, а там 720 на чего-то там пиксели, не помню. Ну, вот такое вот. И все в страшном мыле. Ну, да. Ну, как бы это вообще не уровень, как бы, коммерции. Ну, я могу вам рассказать, я хотел позже рассказать. Просто когда мы начинали сучекамеру, мы, чтобы купить камеру, мы покупали саму тушку камер, объектив к ней, чехол к ней, нагрев к ней и еще и ножку, кронштейн, да? Пять позиций. И оно вот в ценах там 2007-2008 годы стоило там 40-50 тысяч рублей на вот те деньги, да? Сколько там доллар тогда стоил? Страшно вспоминать. А сейчас камера, ну, несопоставимая по качеству, гораздо лучшего качества, стоит 5-7 тысяч рублей, естественно, по оптовой цене, вот, какой мы покупали. Ну, то есть... Существует вообще. Ну, это уже не готово, это уже, ну, как бы, не конструктор, это уже будет готовое решение. Я имею в виду, что когда ты можешь, например, подобрать объектив, исходя из твоей задачи, ты можешь там вот как-то влиять на параметры. А у тебя просто на выбор сейчас есть там 3-4 типа буллета с объективом 2,8 мм, 3,6, 6 мм и 8 мм. Ты прям готово покупаешь, оно уже настроено. Тебе не надо туда лезть, что-то настраивать, оно готово. Сейчас все проще гораздо. Понятно. А плюс еще появился флюсонник, но мы об этом отдельно поговорим позже. Собственно, если дополнять, смотри, камеры действительно стали таким готовым, из конструктора перешли в плоскость готовых решений. И, собственно, то, что я упоминал, внутри компьютер, да, он может быть один и тот же, вот там процессор, матрица, а дальше цена еще может накручиваться за счет некоторых внешних обвязочек. Корпус пластиковый, корпус металлический, корпус бронебойный, корпус неутопляемый. Всепогодный и так далее. Всепогодный, да. И вот здесь тоже поехало. Подводные есть камеры. Подводные, да. И, естественно, с разными объективами, с разными фокусными расстояниями, готовые вот только денежку переведи, и тебе ее пришлют. Очень большое спасибо за это производителям в Китае, которые задешево и быстро делают широкую линейку готовых камер. Ну, или готовы за твои деньги кастомизировать ее под твою задачу. А давайте теперь еще на другой конец провода посмотрим, там, где стоит, как, не знаю, правильно, регистратор, наверное, да? То есть, вспоминая тот же самый SDI наш прекрасный, это что было? Стоит системничек, в нем платы захвата, из каждой платы, там, вот эта плетка, там, не знаю, на 8-12 хвостов торчит, в нее, значит, воткнули, стоит особо умная софтина, которая все дело как-то собирает, счастливый охранник смотрит, значит, картинки. То, что теперь, вот сами говорите, в каждой камере, там, веб-сервер, кодек, вот это все, вот эта часть с регистратором, она стала неактуальной? Ну, смотри, у тебя теперь регистратор, если так на него издалека посмотреть, иногда напоминает свитч, там, такие Ethernet-порты, ты натыкал в него камер, и ура-ура, он их все захватил. Вот, и в пределе, вот, если мы сейчас посмотрим на наш продукт, на Flasonic Watcher, регистратор может стать просто компьютером с одним Ethernet-портом, да, в него, там, он торчит, торчит в свитч, в свитч заходят камеры, он их всех так дружно собирает внутрь себя, что-то такое делает, и снова отдает на монитора охраннику картинку. То есть мир сильно изменился, есть, если раньше, прям, совсем в давние ламповые аналоговые времена регистратор, прям отдельная железка, специально заточенная под эту задачу, то сейчас есть, как и железки, которые out of the box, да, купил, он у тебя выполняет твою задачу, так и набор, набор в виде конструктора сервера плюс софт, который ты можешь подзаточить под свою задачу. Я дополню, если позволю. Самое главное, на мой взгляд, изменение, это то, что между камерой и регистратором появилась сеть интернет, а это означает, что регистратор может находиться в другом городе, вообще где угодно, в другой стране, что открыло возможность делать облачные вот эти регистраторы. Да, точно, точно. И, конечно, вообще не зависит от нахождения регистратора сегодня. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда у тебя идет уже цифровой поток, обработанный кодеком, ты можешь его принимать и обрабатывать там, ну, буквально разбери компьютера, то есть крошечным компьютером, а не вот тем системником, в котором обязательно должна была стоять плата захвата VSI, вот эта огромная, да? Помнит VSI кто-нибудь? Да, да, да. Это все шумело, ломалось, короче, ну, надежности там было гораздо меньше. То есть у нас, во-первых, нету привязки физической между камерой и регистратором, между ними сеть, а во-вторых, регистратор гораздо легче стал, он может больше камер принимать, больше потоков обрабатывать и дольше это хранить. Ну, смотрите, у нас регистратор превратился, по сути, в тазик, да? А бывают ли тазики, вот только что плату упомянули, с какой-то акселерацией специально для этого, но он тоже исполнен в виде эзернета. И второй вопрос. Расскажите нашим слушателям немножко про кодеки, чуть подробнее, какие они бывают, зачем и так далее, буквально там на пару минут. Что за кодеки такие? H какие-то 264, вот что это такое? Ну, давай про кодеки поговорим. Смотри, значит, возвращаясь к небольшому рассказу раньше, аналог, что он делал? Он просто брал видео, как есть, и по строчкам гнал его друг за другом, строчку за строчкой в канал, да, на той стороне принимали снова, как есть, и что-то такое делали. А в случае с цифрой все поменялось. Да как поменялось? Пришли пиксели. Это значит, что есть некая точка в пространстве. Отсюда появились разрешения, да, вот те самые 1280 на 720. Это вот буквально x на y точечек. Отлично, вот она точечка. Дальше появилась необходимость ее кодировать. Привет цифровой эре. У нас есть всего-навсего 1.0, две позиции. И если нам нужно закодировать какое-то большее число данных, чем вот этот да-нет, true-false, 1.0, то мы берем много-много таких единичек и нолек и из них что-то такое собираем. Отсюда появилось следующее, что у тебя есть размер матрицы, и на каждую точку, это количество точек, и на каждую точку еще приезжает какое-то количество бит, для того, чтобы закодировать цвет. В результате перемножаешь одно на другое, получаешь такое очень-очень немаленькое число байт, которое представляет собой один кадр. А кадра одного недостаточно, их еще там в секунду идет 15, 20, 60 в некоторых задачах. В результате получается такой очень немалый объем данных, который нужно прокачивать от терминала камеры, который захватывает видео, к потребителю на устройство. Тогда люди... И эта задача, она на самом деле не только видеонаблюдение, это ровно такое же с фильмами. Если попробовать взять вот по такой логике и на диск положить фильм без какого-либо компрессирования, кодирования, он займет какие-то безумные терабайты, петабайты, чего мы, конечно же, не наблюдаем. То есть в борьбе за место, как сетевое, так и дисковое, люди придумывали зажимать всю вот эту картиночку, потому что, посмотрев на нее, они поняли, что не всегда вся картиночка имеет ценность, и можно попробовать сэкономить. Самый первый способ кодирования – это МПЕК. Он что делал? Он пытался прямо внутри картиночки выделить некоторые области и подупаковать их. И так делал на каждой картинке. То есть внутри каждого кадра происходило сжатие. Это позволило сэкономить место и трафик. Но люди пошли дальше. И вот здесь появляется наш кодек H.264. В чем его идея? Значит, видео делится на отрезки. В начале каждого отрезка идет кадр, который содержит в себе полную информацию о каждой точечке. Но он тоже как-то зажат, насколько это удается. А дальше от этого кадра начинает строиться инкремент. Каждый следующий кадр, он не есть полноценный рассказ о всех этих пикселях, о всех 1280 на 720 и умноженный еще на цветность. Это всего-навсего инкремент, отвечающий на вопрос, что изменилось по сравнению с предыдущим кадром. И так несколько кадров подряд до следующего вот такого полного кадра. Отсюда вылезает понятие GOP, group of pictures. По сути, расстояние между вот этими опорными кадрами, когда есть вся информация. Значит, в чем прикол 264, если идти дальше? Он пытается разделить кадр на некоторые такие кластера, внутри которых выполнить сжатие, ну и между которыми выполнить, между кадрами, внутри которых, внутри этих кластеров, выполнить решение о том, чем можно пожертвовать, что можно выкинуть, что есть незначимая информация. Вот. Жмет достаточно хорошо. Там какие-то безумные цифры. Мне почему-то помнится цифра аж до 9 тысяч раз. Может сжать. Но все сильно зависит от того, насколько интенсивное движение происходит в кадре, насколько интенсивны изменения. Потому что если там взять в пределе, каждый кадр, каждый пиксель меняется, то сжатия практически не будет. Но представить себе такую картинку достаточно сложно, что у вас почему-то каждый пиксель на каждом кадре. Это боевики, динамические сцены. Ну, даже боевики есть. В этих моментах заметно обычно, что там вот квадратики начинают рассыпаться. Рассыпаться. Ну, смотри, даже если ты посмотришь на боевик, на весь кадр, ты увидишь, что там где-нибудь в левом-правом углу голубое небо, которое не меняется. Фух, выдохнули. Значит, чуть-чуть дозажмется. И опять же, твой герой, он бегает не со скоростью какой-то чумовой, да, безумной, что у тебя каждый пиксель меняется, а он все-таки так немножечко медленно идет. Тут, кстати, интересный момент, что это приводит к чему? К тому, что, например, если ты ставишь камеру и смотришь на улицу, где ходят люди, то, как правило, 15 кадров в секунду тебе хватает. Тебе хватает такой скорости для того, чтобы не видеть, как люди начинают вести себя, как роботы. И для того, чтобы рассматривать детали. Но при этом есть машины, которые явно быстрее людей, особенно на трассах. И вот здесь скорости в 15 кадров в секунду тебе перестает хватать. Ты начинаешь ставить больше, 30, порой 60 кадров в секунду, только чтобы успевать ловить все детали и не видеть там каких-то прыжков, скачков, разваливания видео. Но если возвращаться обратно к теме кодеков, не убегать далеко. Вот есть 264-й кодек. Ура, жмет классно. Но по мере того, как мы развивали технологию, мы делали матрицы все больше и больше. Все помнят эти цифры. Один мегапиксель, два мегапикселя. Все помнят эти штуки, как Full HD, 4K, 8K. Это приводило к тому, что жмет-то хорошо, но мы все больше и больше наваливаем. Соответственно, инженеры, математики продолжали биться за то, чтобы сжать еще сильнее. И придумали следующий кодок АШ-265. Идея все та же самая. Есть некоторое расстояние между кадрами. Кадры. Начало этого расстояния – это полный кадр. Дальше идет ответ на вопрос, что же можно выкинуть. Берется дифференс. Но разница стала в том, что внутри кадра кластеры стали динамические. То есть сам кадр стал еще анализироваться. И в зависимости от того, что же видится такое на кадре, стал выбираться наиболее оптимальный кластер. Кластер – это то, сколько точек взять, для того, чтобы как-то с ними поработать и ужать. Минус такого – это вычислительные мощности. По сравнению с 264, 265 более требовательные к вычислительным мощностям. Но при этом по интернету гуляют утверждения, подтвержденные где-то и нет, что дает уменьшение размера 265 по сравнению с 264 где-то на 20-30%. Это именно для стриминга или вообще на неком среднем? Я бы говорил, это про среднее, потому что здесь снова есть сильная зависимость от сцены, от того, что происходит. Потому что, давай возьмем две предельные крайности. Первая камера смотрит в окно, на улицу, где-нибудь в тихом спальном районе. Ну да, там иногда ходят люди, но большая часть времени ничего не меняется. Представим, что там даже деревьев нет, они не качаются ветром. Соответственно, между двумя соседними кадрами практически ничего не меняется. И здесь жмется обалденно. И выигрыш, ну неоткуда его просто взять, что раньше сжалось классно, что сейчас будет сжаться классно. А другой предел, это вот ты боевик взял, да? У тебя сцена, которая очень-очень динамичная, все двигается. Здесь в чем выигрыш получается? Если раньше у тебя кодек 264, аккуратненько нарезал кадры на одинаковые кластера, и у тебя могло что получиться? У тебя герой махнул рукой, и его движение переехало из одного кластера в другой. И в результате один из кластеров, в котором почти ничего не меняется, туда подъехало несколько пикселей, которые сказали, что теперь этот кластер меняется. В 265-м в кодеке за счет динамической перекластеризации, за счет того, что подбираются удобные кластера, такое могло быть сглажено тем, что тот кластер, который зацепился этим резким движением руки человека, он был пересмотрен, и та часть, которая не изменилась, уехала в один кластер, а та часть, которая изменилась, в другой. В результате сильно поджали. Это я все к чему? К тому, что так вот сходу очень тяжело говорить о том, что один кодек прям доминирует над другим, и точно все будет лучше, все будет меньше, все будет быстрее, где канала потребуется меньше. Скорее, это некоторое такое движение вперед, движение в улучшение, но сильно зависящее от контекста и ситуации. А я бы, знаешь, что сказал, что здесь все-таки очень сильно зависит, есть ли вот у кодека возможность делать как раз-таки эту оптимизацию для стриминга. То есть, если мы можем делать кастомные размеры вот этого гопсайза, это очень сильно влияет, и можем ли мы отключать в нем пифреймы? Потому что, когда у нас стриминг, у нас нет задачи иметь возможность отмотать картинку назад, быстро, нам это неинтересно, нам интересно, чтобы картинка шла только вперед. Поэтому все дифы, которые вот направлены на возможность отмотать назад, они просто исключаются. И, соответственно, ну то есть как, это чистая математика, большой гопсайз, нету пифреймов, соответственно, у нас идут только маленькие инкременты через большие промежутки времени, вот у нас маленькое использование сети получилось. Ну, да, именно так. Но смотри, если приземлять на видеонаблюдение, о коем мы сейчас говорим, то так бывает не всегда, потому что вот в этой парадигме мы возвращаемся в аналоговый мир, где сидит дядя перед монитором и только смотрит. Вот. Привет, only fans, да, быть может им этого и хватает. А в случае видеонаблюдения часто необходимо записать, что же было такое в потоке, да, соответственно, уметь и назад прыгнуть, и отмотаться. Ну, это да, но мы тут можем, мне кажется, чуть-чуть уже пожертвовать вычислительными ресурсами именно на отмотку назад на конечном устройстве. Если у нас там, например, тысяча камер, которые надо успевать вот писать только вперед. Но ты, кстати, хорошо сказал по поводу канала, да, потому что как бы все здорово, но потом наступил 2020 год, все, значит, сели по домам, и тут оказалось, что в этом мире есть очень важные протоколы, такие как вот RTSP или RTMP, да, то есть стриминговые протоколы для передачи именно потокового видеоаудио. И тут вот у меня возникает вопрос. Системы видеонаблюдения, они все-таки как передают от камеры до вот нашего регистратора? RTSP как право. Да, сейчас доминирующим выглядит RTSP. То есть если прям приземлять, то по сути сервер бегает к камере и у камеры регулярно забирает сегменты, кусочки видео. А камера у себя эти сегменты готовит. Вот тот самый процессор на камере, считывая изображение с матрицей, упаковывает ее и готовит к отдаче. Сервер прибежал, забрал, прибежал, забрал, прибежал, забрал. То есть вот этот мультикаст, говорили, они всех спасет, нет? Ну, кого-то спасет, кого-то нет. Мультикаст только на отдельных сетях хорошо работает. Мы от него отказались. Я могу много ругаться на мультикаст. Причем... Ну, поругайся чуть-чуть. Вот ты давай, расскажи спаление, чтобы мне не в теории. Я бы хотел сначала, если позволите, Андрея дополнить, потому что он говорит, ну, типа, есть какие-то слухи, как кодеки себя ведут в интернете, да? Ну, ведь мы занимаемся стримингом, и мы это наблюдаем постоянно, без всяких слухов, да? У нас были и MPEG-2, наездешние каналы, и MPEG-4. Сейчас вот много каналов высокой четкости, и HEV-ки есть у нас. Я вот просто цифры назову, как бы, то, что я вижу, наблюдаю. Ну, круто, да. Расскажи, как с полей, как ты видишь циферки. Это где-то у тебя, получается, 3 мегабита в секунду. При картинке там получается 640 на 480 или 720, там, насколько-то я не помню. Вот, MPEG-4, это уже Full HD, если идет, это где-то у тебя в среднем 5 мегабит. Но, опять же, очень сильно зависит от динамики сцены. Мы видим прям по... Вот на Sumo Vision, когда делается мультиплекс, мы видим, насколько меняется это все. Там нету постоянных величин. И в этот самый 4К где-то примерно 12 мегабит, может, до 15 мегабит в секунду занимается. Это кодек HEV. Но я вот хочу обратить ваше внимание, если у нас Full HD, это сколько, тысяча, 28, да, пикселей, 5 мегабит идет в 264, то изображение 4К, ну, в 4 раза больше пикселей, оно всего лишь 12 занимает, а не 20. То есть, ну, эффективность кодека, она видна. Это, по сути, 8 мегабит в секунду для одного потока телевизионного. В среднем, осреднен. Вот. Вот вам и цифры, пожалуйста. То есть, ну, не в 2 раза, но почти в 2 раза эффективнее получается HEV, или 265-й кодек относительно 264-го, который в свое время был, ну, произвел эффект революции, да, он как бы MPEG-4, помните, что творилось? Ура! А, после MPEG-2-го, да, когда на самой, у нас на РТПЦ, вот, с которым мы сотрудничали, 8 мегабит у них было по требованиям для обычного SD-шного канала. 8 мегабит постоянной скорости потока битрейта. Так что так. А теперь 8 мегабит мы почти что помещаем 4К. Почти что. Кстати, там есть еще глубина компрессии. Вот вы не сказали про ключевые кадры, это тоже можно настраивать. Раз в 30 кадров, там, раз в 60, тогда получается меньше пропускная способность нужна. И еще есть такая штука, как глубина компрессии. То есть эти кодеки, они нам позволяют ухудшать качество, но при этом меньше скорости. Вот хороший пример, это Netflix, да, все знают. Если по вечерам вы сидите, смотрите Netflix, и где-то там в районе 8-9 вечера качество, ну, пикселит, но при этом видео продолжается, мы понимаем, что Netflix просто перешел на другую компрессию. При этом размер экрана у нас-то не поменялся, он был 4К на телевизоре и остался. Когда там к полуночи ближе все рассосалось, вечерний день проходит, он вновь возвращается на 4К. То есть мы видим, что по сути тот же самый кодек, тот же самый плеер на том же самом экране может показывать разное качество, ну, подстраиваясь под ту полосу, которая в данный момент доступна. К сожалению, такие возможности, они только есть при оффлайн вещании. То есть на стримах такое особо не сделаешь, потому что там, ну, как сказать, одно дело, у тебя предзаписанный файл, который можно просто там закачать, забиферизировать и потом спокойно его проигрывать. Другое дело, когда у тебя стрим, и ты не знаешь, как он изменится по своей динамике в следующую секунду. Что там, движняк какой-то начнется, или наоборот, будет закат показывать минуту. Поэтому с онлайнами, конечно, все тяжелее гораздо. Еще, вот я бы попросил вас про кодек випинайм рассказывать, это гугловский проприетарный кодек, который там сейчас, как они утверждают, на смену хевку придет. Если есть информация, сам бы с удовольствием послушал, чем он так хорош. То есть он позиционируется как будущее в кодеках. Вот есть инфа про это? Ты знаешь, пока нет, потому что здесь ты сказал очень опасное слово. Это проприетарность. Мы здесь, сейчас я, может, уведу в другую сторону, но можем тоже немножечко пообсуждать это место. В чем проблема? Как только ты берешь что-то проприетарное, ты получаешь вендерлог, ты получаешь сильные зависимости, ты получаешь несовместимости, тебе становится, тебе становится больно жить, больно меняться, больно масштабироваться, больно обновляться. Это я сейчас немножечко подвожу вот к чему. Аналоговый мир, когда у нас было аналоговое видеонаблюдение, обладал потрясающей особенностью, там все совсем было совместимо. У тебя ломалась камера, ты ее выбрасывал, шел в магазин, покупал другую, ставил, и все работало. Ты никогда не думал о том, что что-то может не подойти. Когда мы приехали в цифровой мир, когда камера стала компьютером, когда камера стала веб-сервером, который принимает команды, здесь возникла проблема. Каждый производитель стал делать так, как он считает нужным, как ему нравится, как он считает самым выгодным, самым оптимальным. Здесь родился зоопарк разных решений, зоопарк разных подходов, которые пытаются до сих пор где-то успешно, где-то не очень, приземлить. Здесь у нас появляется такое слово, как Anvif. То есть получилось что? Что вот камера, вот она веб-сервер, вот ей шлют какие-то команды, вот можно как-то снимать с нее видео. Но каждый делал как мог, и в какой-то момент все это привело к тому, что люди сели и подумали, что давайте договариваться, так дальше жить нельзя, мы трачем свои ресурсы на примерно одно и то же, не двигаясь вперед, а наши клиенты страдают от этого. И родился Anvif, сейчас я попробую вспомнить, как он расшифровывается, Open Video Anvif Internet Слушай, пока вспоминаешь, это очень похоже на Wi-Fi Альянс, где тоже нужно было договариваться, иначе конечный пользователь будет просто страдать каждый раз. Во, да, и собственно ребята начали, начали, производители, начали вот этот диалог в сторону того, чтобы договориться. Придумали этот Anvif форум, на нем начали стандартизовывать протоколы, и вот сейчас, сейчас по сути, если ты делаешь систему видеонаблюдения, первый вопрос, который тебе стоит задать твоему поставщику, он тебе принесет Anvif совместимую систему или нет? Потому что, если он принесет тебе цифровую систему, в которой Anvif несовместима, считай, что он тебе сделал вендерлог, ты будешь зависеть ровно от того производителя, которого ты поставил. Правда, Anvif тоже имеет изъяны, потому что большие крупные ребята, например, Bosch, это тоже игрок видеонаблюдения, у них все более-менее хорошо с, или Axis, как у вас сегодня упоминали, у них все более-менее хорошо с Anvif, но если мы начинаем выкручивать ручку в другую сторону, в сторону китайских камер, не очень дорогих, здесь китайцы экономят, иногда включают свое собственное видение стандарта, и тоже все бывает не очень хорошо, мы регулярно с этим сталкиваемся, тот же Anvif, например, Anvif что позволяет? Одна из классных функций цифрового видеонаблюдения это PTZ, возможность управлять камерой, зумить ее, поворачивать ее, эта фича приезжает с Anvif протоколом, но далеко не всегда у всех она работает, потому что то тут, то там кто-то решил, что я чуть-чуть по-другому почитаю стандарт, вот, поэтому возвращаясь к кодеку от этой темы, посмотрим, во что это вырастет, насколько он станет widely used, прям сейчас там я не готов его так вот детально пообсуждать. Как это все знакомо? Я думаю, мы про кодеки, Саша, секундочку, я думаю, мы про кодеки уже разобрали, если нет, сейчас, если, Саша, у тебя такой вопрос, то последний момент, последний шанс, предлагаю перейти немножко к плану, обратно, мы немножко про новое решение сейчас поговорим и дальше сравним с государственными корпорациями и прочим, прочим, почему видеонаблюдение доступно каждому, в каждый дом, в каждый туалет? Да, но я, что хотел сказать, во-первых, раз уж мы вот там начали говорить про кодеки, надо еще всем интересующимся обязательно почитать про такую вещь, как хромосабсэмплинг, в которой я специально залез, посмотрел, по-русски называется цветовая субдискретизация, очень хорошая, интересная тема, но не суть с ним. У меня вопрос был такой, что, вот, вот мы говорим, там новый кодек, еще что-то, а это можно залить на камеру, там, в виде как прошивочку обновить, или вот если я купил камеру, несмотря на всю ее умность, я обречен с ней до конца веков вот ходить в том виде, в котором мне ее привезли? Слушай, это хороший вопрос ты задал. Это нас возвращает к утверждению, что вот прямо сейчас камера – это компьютер, прям честный компьютер со своей операционной системой, которая прячется в прошивку, и вместе с которой приезжает очень много разных функций. Собственно, вот там прячется кодек, он там, сейчас можно вспоминать опять, он вив, он где-то там тоже спрятан стандартом, что такой-сякой, но в целом, в целом, если производитель добрый и отзывчивый, то на твою камеру он выпустит прошивку, которая привезет какое-нибудь обновление, улучшение, и ты его получишь. То есть это бывает такое, да? Да, правда, здесь мы приходим вот к какому месту. За счет гонки привет правилу Мура, привет скорости развития цифровых технологий, и получается, что на достаточно коротком временном интервале, это скорее единицы лет, 1, 2, 3, технологии развиваются настолько, что то, что было сделано там, те же 2-3 года назад, становится старым, ненужным, не поддерживаем, никому неинтересным. И для того, чтобы осовремениться, ты скорее вынужден покупать новое оборудование, нежели чем апгрейдить старое. Самый адепт этого, который мне очень нравится, это Samsung. они генерят безумное количество железок, посмотрите, сколько у них в линейке телефонов, телевизоров, но при этом за счет вот этой скорости они очень быстро снимают модели с поддержки. Ну, смотрите, я немножко поясню, наверное, как бы, учитывая то, что камера это все-таки компьютер, на ней есть какой-то процессор, который что-то может, и эти его возможности, они в принципе ограничены. Если новый кодек вот этот, гугловский, будет требовать гораздо больше, то никакая прошивка ему не поможет. То есть мы закрузим туда этот кодек, он займет всю ее память этой камеры, и она больше ни на что, кроме как кодировать, будет не способна, либо, ну, в принципе, не будет работать просто. Вот, просто некоторые технологии на камерах, опять же, да, там все камеры это решение, там, сок, то есть system on socket, system on chip на одном чипе располагаются, и иногда некоторые функции, которые требуют больших вычислительных мощностей или чего-то подобное, выносят там на отдельные чипы, там, вот, есть популярная такая функция, да, VDR на камерах, да, компенсация обратной засветки. Вот, на камерах подешевле, значит, она в цифровом виде, решена за счет ресурсов процессора на камерах покруче, подороже, это отдельный чип, который, там, высчитывает, опять же, там, композицию между кадрами, собирает, снимает каждую сцену, значит, четыре раза, потом высчитывает между ними нечто среднее, да, и выдает вам в итоге кадр, который не засвеченный, даже если вы снимаете против солнца. Вот, и здесь, в общем-то, все то же самое, новый кодек в новой прошивке, ну, почему бы нет, если аппаратные возможности камеры это будут позволять. Собственно, вот и все. Вот это подводит к моему второму как раз вопросу, то есть, если ты хочешь бороться с проклятыми капиталистами, например, в мире вайфайных роутеров есть такая прекрасная вещь, как DD-WRT, да, то есть, ты берешь старое барахло, накатил на него прошивочку, все, молодец, сделал с ним, что хочешь, а в мире видеонаблюдения есть такие альтернативные решения? Вот, чтобы прям вот так вот накатил свое и делал, что хочешь? Ну, для камер есть OpenIPC, это такой неизведанный зверь, тоже прошивка, которая может требовать доработки напильником, если вы решились все-таки ее использовать. Ну, со всеми вытекающими, собственно, вплоть до кирпичивания камерой, и если там что-то не работает, то это, собственно, так же, как с DD-WRT, да, это ваша проблема. Обратиться, то есть, в данной ситуации что вам дает вендор? Вендор, это человек, ну, персонок, к которому вы можете обратиться в случае возникновения каких-то проблем, когда вы используете любой open source, все в ваших руках. Кстати, посмотрел поводу OpenIPC, и обратил внимание, что авторы этого проекта в основном русскоязычные, так что можно будет даже пообщаться. запахло. Да-да-да, и это, на самом деле, очень интересная тема, действительно. Общаться и обращаться можно, безусловно, но эти люди перед вами никакой ответственности не несут. Ну, это как всегда. Безусловно, но я считаю, что это очень перспективно, потому что у меня у самого есть тоже IP-камера, которая с каким-то чино-софтом, ну, которая уже не отвечает, скажем так, запросам современности, и наверняка можно бы что-то подшаманить. А вот мне интересно, а что нам вот второй Дмитрий скажет, как человек, вот практикующий как раз-таки вот установкой систем, вот только на кровавом вендоре или сталкивался? Нет, ну мы не сшили, конечно, потому что я, насколько знаю, чтобы нормально встала прошивка, тебе нужен SDK от производителя, ну, или, по крайней мере, от чипсета какие-то наборы кода, которые уже можно применять, или хотя бы какой-то набор инструкций, они же разные, вот. Ну, можно там какой-то взять SDK-шку зная чипсет в камере, но не факт, что она будет работать в интерпретации вот этого вот конкретно китайца, да, там, как вот этот дядюшка Ляо это все реализовал, мы не знаем, и вероятность окирпичить камеру здесь, она, ну, близка где-то 95%, я бы сказал. Да-да-да, поддержу Дмитрия, потому что у нас в Африсонике есть инициатива, это своя собственная прошивка, прям настоящая честная прошивка на камеру, и вот, занимаясь ей, мы ровно в эти проблемы и приезжаем. Такого идеалистического мира, что вот мы сейчас возьмем, напишем прошивку, она будет подходить ко всем камерам, вот нет, так вообще не работает. Оказывается, что для того, чтобы эту прошивку создать, нужно очень много знать о конкретной камере и ее чипе. Первый, конечно же, чипе и его SDK, но дальше, вот как Дима Вероновский сказал, нужно знать не только о чипе, а о том еще, как его конкретный производитель в свою камеру запихнул. И это приводит к тому, что вот так вот просто сейчас создать что-то, что можно легко лить на кучу камер, не получается. Быть может, когда-нибудь в будущем мы к этому придем, опять ребята сядут за стол, договорятся, примут какие-то такие обобщающие решения, но это не про сегодня, сегодня так не работает. Еще есть другая сторона, это то, куда лить. То есть, я когда-то в 2012 году, вот, по-моему, Андрей рассказывал, использовал софт, называется, сейчас попробую выговорить, Занемандер, по-моему, Занемандер. Занемандер. Это такое опенсорсное решение, не российское, где нужно, так сказать, достаточно глубоко погружаться в эту тему, чтобы у тебя что-то заработало. Оно написано на перле, но когда ты разобрался в этом, это реально работает, даже на каких-то там, извините за выражение, ну ладно, не будем, на просто обычных десктопах вообще без проблем. Но нужно пострадать в самом начале, конечно, как и с любым опенсорсом. Ну что, тогда давай дальше к плану, какую ты там тему озвучивал. Да, вот массовая адаптация мы чуть раскрыли, перешли на IP и так далее, появились новые решения, тазики, вот был вопрос, появились ли тазики, которые с акселераторами, то есть с ускорителями аппаратными, вот мы в камере знаем, что есть какой-то ASIC, да, если можно сравнивать с сетью, тоже с CPU, есть ASIC и так далее, а вот в коробках, которые обрабатывают. Вот стоит компьютер, есть ли компьютер с платой? Я сейчас и про облако говорю, да, вот есть ли в облаке какие-то ноды, которые обрабатывают не только на процессоре, вот эти видеопотоки? Тут нужно понимать, что мы хотим достичь, потому что если идет стриминг, то что нам принесло цифровое, цифровое видеонаблюдение? Оно нам, помимо всего прочего, принесло задержку, такой классический тест, если взять, поставить перед собой камеру и с ней вывести изображение на экран, в аналоговом видеонаблюдении вы помахали себе и тут же увидели это на экране, в цифровом вы помахали, и в принципе ничем не ограничено то время, которое пройдет до того, как вы увидите себя на экране. Собственно, в стриминге, вот в этом видеонаблюдении, да, видеонаблюдение отчасти это стриминг, сидит человек перед монитором, смотрит за тем, что происходит в мире, если у него будет достаточно большая задержка, то мир будет совсем другим, например, ПТЗ, это об этом, такая классическая шутка о том, что операторы, работающие с ПТЗ, управляющие камерами, вынуждены немножечко подстраивать свои навыки под то, что они видят не то, что происходит. Хотя все к чему? К тому, что добавление различных модулей, добавление различных обработчиков может приводить к разного рода дополнительным задержкам и эффектам. И, соответственно, вопрос там акселератора, не очень понятно, что хотим добиться, потому что, если вот, как Дмитрий вспоминал, телевидение, например, есть технология транскодирования, в чем суть? Вот есть камера, вот она что-то такое захватывает, хорошо, но транслировать нужно на кучу устройств, да еще и с кучей разных качеств, потому что вот сейчас человек дома на телефончик принимает Wi-Fi, потом выходит на улицу, переключается на 4G, потом еще и заходит подземный переход, там совсем падает. Вот. Решение есть, давайте ему отдавать разного качества поток, но тогда это качество нужно подготовить. А здесь есть, а здесь есть возможность использовать классические видеокарты, которые умеют решать такие задачи, очень быстро транскодировать из одного формата в другой. Вот, собственно, они могут выступать в качестве, в качестве, ну, акселераторов не совсем верно, скорее ресурсов для того, чтобы, для того, чтобы быстро получать нужный формат. То есть видеокарты нужны не только для того, чтобы майнить, я понял. Нет. И, как бы, ненависть майнерам, они убили рынок видеокарты, теперь это прям, нужно искать другие решения вместо видеокарты, которые тоже есть. Еще уж, заброшу удочку в следующий топик, который у нас по плану. Видеокарта это отличная штука для того, чтобы выполнять разного рода матричные вычисления. И матричные вычисления это буквально основа artificial intelligence и всяких разных глубокосетевых технологий. Соответственно, если вы прикручиваете к своему видео еще и аналитику, то видеокарта или нечто ее напоминающее это прям очень жизненно важная составляющая вашей системы. Я можно уже по традиции дополню, Андрей? Конечно. Несколько моментов услышал. Вот, говорите, майнеры порушили рынок. Но это рынок классических видеокарт, то есть тех, где есть видеовыходы на монитор. А можно же GPU использовать. Допустим, там те же NVIDIA M60, K40, которые мы используем, K100 даже, на них нельзя майнить, насколько я знаю. И они нормальные цены стоят. Если кто-то думает, как транскодить, пожалуйста, хорошее решение с флюсоником совместимо. Да, абсолютно верно. Я бы скорее про то, что если ты раньше легко... То, что ты говоришь, оно скорее надо знать. Круто, что ты рассказал, люди теперь знают. Обычно люди выбирают видеокарту как, что есть на рынке. А сейчас ты заходишь на рынок, и, соответственно, вместе с тобой заходит майнер. И он задирает цену, а еще выгребает этот рынок. Обычно за это несколько миллионов консультант возьмет, но я бесплатно рассказал. Да-да-да, точно. Те, кто слушает наш подкаст, вам маленький бонус прилетел. Слушайте, ринг-миап, тут всякие интересные штуки рассказывают. Ну, потому что мы разные пробовали для транскодирования. Это та цель, которую мы на процессорах пытались делать и на всяких видюхах. Ну, вот, получилось. И второе, я хочу... Вот я же вспомнил применение аналоговых видеосистем, где цифра, ну, в обозревом будущем их никак не заменит. Знаете, вот, система управления дронами спортивными, у них только аналоговые, вот это вот, между очками связи дронов, потому что там задержка, это крайне важная, очень критическая вещь. Они не используют цифру вообще. Во-первых, у них нулевая задержка, по сути, идет. А во-вторых, у них, если дрон улетает далеко или залетает в какое-то там сооружение, здание, трубу, у них начинается, типа, там, снежка, амуара, такое, но не обрубается, как в цифре, изображение полностью. Они в каком-то, в какой-то степени продолжают контролировать свой дрон, и поэтому вот эти вот фигуры могут вертеть. Подожди, подожди, я жажду подробностей, а как это сделано? Ну, там что, мини-ПТС у них, телевизионный сигнал? Еще пара миллионов, давай. Ничего не кодируется. Смотрите, почему цифра не может победить задержку, какие бы вычислительные мощности не были, на мой дилетантский взгляд, потому что там есть буферизация. Оно в любом кодеке предусмотрено. Надо сначала наполнить буфер, потом ты можешь его обрабатывать. Аналог, он безмозглый, он не думает вообще, что пришло, то ушло. Вот это кусок провода, по сути. И они просто берут это вместо кускового провода радиоканал, запихивают, модулируют и размодулируют. То есть там честное радио вообще не в себе. Честный аналог. Вообще нет никакой цифровой обработки на спортивных дронах. Просто занимаюсь этим, знаю. Слушайте, вот это вообще круто. Смотрите, вот взять сочекамеру, у нас задержка минута. Вот событие минута. До того момента в среднем, как оно будет выведено на сайт, именно поэтому к нам нет вопросов у спецслужб различных, потому что это не лайв. Это прошлое уже. То, что показывает сочекамера. А, то есть это специально? Это не специально, это так получилось. Но если бы это можно было бы настраивать, мы бы намеренно это сделали. Так, подожди, а эта минута, она эмпирически как-то получилась? Или вы действительно, типа, ну мы вот за минуту вроде успеваем? Нет, нет, она получилась, ну, по факту. Как именно, почему минута, это вопрос к разработчикам флюсовника, наверное, да? Ну вот минута. Вот бы здесь были люди из флюсовника, да? Вот бы мы у них спросили. Вообще смогли, да. Да. Я еще про задержку добавлю, мне в чатик тут подсказывает человек, что почему в автобусах стоят как сел, не только там цена и так далее, да? Еще вот та же самая задержка, которая очень важна. В автобусе закрываются двери, специальный человек, специально обученный человек, которого называют еще водителем, он смотрит не только в зеркало, он смотрит еще в камеру, что происходит, чтобы в реальном времени там не защемить кого-то. Да, да, да. То та же самая штука с электричками и прочим. Вот все эти камеры, они чисто аналоговы еще и потому, что цифра несет задержку, кое в транспорте порой может привести к трагическим последствиям, вплоть до смерти, что недопустимо, поэтому критерий очевиден. Слушайте, а раз мы уже зашли вот в такое специфическое применение, может быть, кто-то знает, я не знаю, какие-то особенности на спецобъектах или что-то такое, где вот нельзя просто взять, заказать там китайскую камеру, какой-то регик поставить и быть счастливым, а вот где начинают выкатывать какие-то требования и ты сидишь и думаешь. Да, это как раз вот ближе к плану государственной службы, корпорации и вот вокруг этого давайте поговорим. По спецобъектам могу сказать, что в первую очередь требования от спецобъектов это сертификация. Много-много-много разных бумажек, много разных сертификатов. По сути своей, в большинстве своем, если технически соответствует, там даже китайская камера с Алиэкспресса, она может там использоваться, но от изначального ТЗ и что это за спецобъект, Минобороны-то вряд ли так прокатят. Но самое главное, чтобы она была сертифицирована. Без бумажки вообще никак. Не, ну хорошо, давай, любимая тема импортозамещения. Камера, там, не знаю, чипы, матрицы, вот что-то у нас делают? Матрицы у нас точно делают, более того, даже тепловизионные матрицы у нас делают. В Москве есть такой завод, не знаю, там называть, не называть. Так это ж, наверное, для военного применения там всякие... Назови, мы же все патриоты, че? Сейчас вспомню, я тоже так из головы вылетел, давно с ними не общался, с этими ребятами. Вот, я назову чуть попозже. Вот, есть завод, который сам германиевые кристаллы выращивает и, в общем-то, делает все. Вот, у нас есть несколько фабрик, которые занимаются корпусами для камеры, в том числе поворотными и противовзрывозащищенными и так далее. Вот, а вот на тему как бы внутренностей камеры, то есть разработки чипсетов и прочего здесь как бы глуховато. Я, по крайней мере, не встречался пока. Ну, то есть взять и собрать полностью отечественно замененную систему видеонаблюдения пока не получается. Потому что я так понимаю, что софт-то есть. Смотрим, опять же, на Fluxonic. Софт-то все хорошо, а те же диски в России вообще не делают. Ну, диски это уже оконечко, наверное. Какие диски? Жесткие. Делают точно. В Ленинграде есть завод. SSD, правда. А диски прям пластичные, не знаю. SSD не использую для хранения. Я про классические диски. Не, я к тому, что если есть задачи, типа просто отечественные используются, ну, дорого, но варианты есть. Да, если есть задачи, есть деньги, можно использовать SSD. А есть какой-то термин, когда просто лэбаки меняют? Ну, OEM это, обычно говорят, OEM это. Вот мы, к сожалению, сколько не искали, пока только с вот таким сталкивались. То есть, вот весь этот предыдущий радостный рассказ, он вообще пока не работает, либо работает там на условную военку? Понимаешь, вот у нас есть там несколько дилеров, с которыми мы работаем годами и десятилетиями. Ну, там тот же НАК, допустим, там тот же УТЕКС, я не знаю, еще кто-то. И вот, когда разговариваешь, ну, задаешь вопросы, и люди говорят, как есть. Да, но есть у него сертификат, он как бы типа российский, но нет. Ну, как-то грустненько стало. Да, боюсь, это суровая правда, к сожалению. Я боюсь, что правда на самом деле еще более сурова. Благодаря тому, что Китай так хорошо развился и так дешево стоит, туда уемят не только вот такие, как мы, да, у которых нету некоторых компонентов. На самом деле, крупные игроки, крупные игроки видеобизнеса, я упоминал Bosch, например, тоже пошли в Китай и стали брать в Китае и уемить. Где-то мне попадалась статейка, в которой кто-то ушлый сравнил, нашел, нашел оригинал, который Bosch такие выпустил под своей маркой за большие деньги, сравнил и цену, и сравнил и интерфейс, показал, что смотрите, вот Bosch, вот оригинал, разница только немножко в стилях, плюс у этого оригинала есть какая-то там тула для сервисного обслуживания, она почему-то к Bosch тоже подошла, а тула брендирована, естественно, этим китайцем, поэтому это такой тренд современного глобального мира, что некоторые вещи оказывается выгодно делать где-то за пределами. Тут давайте разберемся, что есть уем вообще само по себе и как бы как с этим жить, что подразумевается под оригинальной продукцией Bosch. На данный момент существует где-то порядка 12 всего на самом деле компаний, которые выпускают процессоры для камер. Их всего 12, они по-разному представлены в количественном плане на рынке видеонаблюдения, да, там у ROG-чипа один всего чип для видеокамер, там, например, да, там, я не знаю, Sigma Star, FullHoney, они наоборот на рынок видеонаблюдения больше идут, чем на мини-ПК, там, на какие-нибудь и так далее, да. И, по сути, у нас есть выборы из этих 12, а по-хорошему, наверное, из 7 компаний, которые производят чипсеты. И за кого бы вы не схватились? За HikVision, который на FullHoney все делает, или за, там, я не знаю, DAHUA крупный, из крупных игроков, да, у которого M-Star стоит, вы все равно придете к тем же самым 7-8 компаниям, в основном китайским, да, которые делают эти самые чипсеты. И получается, в чем может быть глобальное отличие в корпусе и в ПО, да, то есть чем выгодно отличаются крупные игроки, вроде там, HikVision и DeHua, да, они вам предоставляют свое ПО, которое в случае возникновения проблем с которым вы знаете, куда обратиться. У вас нету этой возможности, если вы купили камеру за тысячу рублей на Алиэкспрессе, вы напишите продавцу, он скажет, а мы не занимаемся производством ПО, извините, ребята, если у вас там, я не знаю, там матрица не работает, мы вам камеру заменим, а то, что она у вас там с дырой и принимает, там, я не знаю, пароль 4.0, как бы вы ее не запаролили, с этим мы ничего сделать не можем. Вот, и по сути своей вся разница именно в этом. Если уж увлечать, там большие крупные компании начали, да, то компания FLIR, это довольно крупный канадский игрок, который делает очень дорогие камеры, его, в общем-то, витрина, скажем так, процентов на 60 состоит из китайской продукции, ну, правда, довольно качественной все-таки, и тем не менее, из китайской продукции, в общем-то, они даже корпуса не меняют, но переклеивают бренд FLIR, да, и камера вместо, там, я не знаю, тысячи долларов, потому что там дорогостоящие камеры изначально начинают стоить пять тысяч долларов. Так, а подождите, а может быть тогда и, ну, эти умные камеры, то есть берем вообще, я не знаю, матрицу с объективом, возвращаемся к аналогу, и с чипом, вот, который формирует вот наш вот MPEG-поток, куда-то шлет, и все, а всю обработку занимаем, забираем на видеорегистратор, то есть, чтобы камера вот максимально тупой была. Да, это один из вариантов, так делается, но там плюшки, которые приносят обработка на камере, вот Дим, например, упоминал WDR, Wide Dynamic Range, да, и там, если посмотреть, еще штук семь-восемь, семь-восемь софтверных вещей, которые делаются на процессе на камере. Ну, если тебе они не нужны, и они тебе не помогают, ну, пожалуйста, выбрасывай, забирай чистый поток и дальше, дальше, делай с ним все, что хочешь, на своем регистраторе. Да, на тазике обрабатывай, если у тебя задача такая. То есть, не нужно гонять каналы, скорости мерить и так далее, у тебя как бы все понятно. У меня был кейс с камерами, с китайскими, тоже нашли уязвимость, не я, нам об этом написали, что там, какой-то легкий тоже пароль подходит. Камер было немного, ну, типа штук там 16, что-то около того. Написали на Алиэкспрессе производителю, ну, вернее, продавцу. Он говорит, о, поздравляем, вы нашли, типа, наш секретный, типа, вход, вот вам скидочный купон, до свидания. Все. Что-то про баг-баунти забыли. Вот, на самом деле, хорошую эту тему затронул Security, потому что уже неоднократно звучало, что вот, умные камеры, видеонаблюдение через интернет, все здорово. Это здорово, но теперь же у тебя получилось, во-первых, любой Вася может подключиться к камере, ну, теоретически, но может, да, особенно, если эта камера все-таки не внутри твоей сети, там, за 10 VPN-ами, да, каким-то образом доступна. Это раз. Во-вторых, теперь Вася может перехватить просто твой поток. Вот, что вы можете рассказать на эту тему? Давай, я секундочку, вспоминая доклад 18 ноября от Розы Галяевой, сегментируйте сеть. Сеть-ка ты сегментируешь? Если Вася теперь может смотреть в твою же камеру за тебя, ты хоть усегментируйся. Я, на самом деле, еще добавлю, на самом деле, как мне кажется, очень много опасений с IPv6, ну, то есть камеры потенциально станут более доступны извне, и далеко не все эти камеры обновлены, вот, и это тоже, наверное, приведет к каким-то последствиям. Ты имеешь в виду, что статику будут на все камеры ставить, потому что не жалко адресов IPv6? Да, в том числе. Ну, конечно, надо фейрволить и все прочее, но мы говорим про вариант с 10 тысяч, зал настроил и забыл, ну, типа, алифрилансер пришел, сделал, ну, и он там не будет запариваться. Работает же, ну, и ладно, деньги плоти, и уехал. Все задумались. Это, кстати, прикольная тема, я даже не знал, что такое может быть. У нас IPv4 серая, и мы никуда с этого уходить не будем, потому что это рулит, ну, в плане секурности, да, если у тебя какая-то там офисная сеть, или там сеть с веб-камерой. Натик. Зачем там? Представляешь, придут вам большие корпораты и скажут, а у нас уже IPv6 only, и мы вот не купим вас поэтому. А есть такие, у которых вы шестенли? Тот же самый Яндекс героически переходит активно, у них, по-моему, в офисе уже только шестерка осталась, ну, или почти только шестерка. Не, ну, я рад за Яндекс, но все-таки не более 20% трафика в интернете пока на шестерке работает. Это правда, но это уже больше нуля. То есть развивается-то история. Ну, до тех пор, пока мы сможем за деньги покупать подсети V4, я думаю, что не будет. Вот когда они реально закончатся, вот прям совсем-совсем. Борг с ним, с этим прекрасным спором, про когда умрет четвертый IP. Все-таки что? С безопасностью камер в интернетах, с возможностью там захватить поток, залезть на камеру? МТЛС есть? Нет. На наших камерах мы все это дело решили тем, что мы поток передаем в шифрованном виде через VPN-канал от SSH-TLS у нас. То есть при подключении к сервису Flussonic камеры с нашими прошивками поднимают каналы и дальше весь трафик внутри этого канала идет. Да, давай, Дима, отпрыгнем чуть назад. То есть если посмотреть на камеру, она по умолчанию, она торчит просто голым видеопотоком, к которому действительно может подцепиться кто угодно. Еще вот я, помните, упоминал он ВИФ, некий стандарт о том, как можно ходить к камере. По сути, это набор программных команд. И здесь тоже регулярно находятся дырки. Если посмотреть, там можно много всего найти. Но вот если возвращаться просто к камере как таковой, она глупая, она просто отдает видео в интернет. Кто там ее возьмет, она не знает. Да, там есть парали, но тоже не бог есть какая защита. Вот. И это как раз проблема. Там можно делать эти подсети, делать фланы, прятать их внутри. Тоже вариант. А вот если мы возвращаемся к слову, которое тут уже упоминалось, облака, да, когда все через интернет, здесь становится больно. Я сейчас пытался вспомнить правильное название бот-сети. Почему-то мне хочется сказать Марии, или как-то так она называлась. Это тот пример того, как ребята очень... С механиками? Не-не-не-не, это было именно с интернетом вещей. То есть это вот пример, как выставив кусочек интернета вещей, камеру в интернет, она очень может быстро стать частью бот-бот-сети. А, это ты про Мирай, наверное. Мирай, наверное, да. Мирай. Правильно это произношение. Вот. И, собственно, здесь, да, есть проблема. И вот ее решают по-всякому. Мы тоже долго чесались, долго думали. И вот наше решение в том, что мы внутрь прошивки засовываем кусочек кода. Он дает две фишки. Первую фишку, он наружу не выставляет вот этот самый RTSP-поток. Он выдает наружу шифрованный поток, ты так просто видео не получишь. А второе, он делает камеру почти plug-and-play. Это вот другая прикольная штука, которую мы потеряли, уйдя от аналога. Если раньше ты купил аналоговую камеру, крутанул в нее свой коксиал, и она заработала. Вот чистый plug-and-play. Ничего не надо. Быть может, чуть-чуть где-нибудь там на регистраторе подшаманил по инструкции, приложенной в буклетике, и все работает. То с IP-камерами вдруг резко стало не так. Оказалось, что нужно сделать много разных интересных телодвижений. У всех они тоже оказались разные, у всех производителей. И вот одна из других фишечек, которая немножечко замедляет развитие API видеонаблюдения, это то, что подключение камеры вызывает некоторую боль. И те, кто могут делать plug-and-play сценарий, они прям получают конкурентные преимущества, порекламировал чуть-чуть наш plug-and-play сценарий. Заодно и безопасность. Угу. Он знаменит. В чем знаменит? Ну, давай чуть-чуточку о Flussonica. Это чисто отечественный разработчик программного обеспечения, результаты работы которого продаются по всему миру. То есть наш продукт стоит более чем в 100 странах, обслуживает миллионы пользователей. Что за продукт изначально? Самое вот ядро технологии это медиасервер, который умеет захватить видео, подготовить его к отдаче, транскодировать, записать его в архив. То есть такой комбайн для стриминга. Схватил, отдал. Схватил, отдал, записал. И поверх этого поверх этого медиасервера был создан нишевой продукт Flussonic Watcher. Это то, что нам здесь интересно в теме нашей дискуссии. Это продукт для видеонаблюдения. Прям буквально коробочное решение, которое ты ставишь и за какой-то очень короткий срок поднимаешь свой собственный сервис видеонаблюдения, который можешь продавать своим абонентам или же там организовать видеонаблюдение, на каком-нибудь объекте. Не знаю, у тебя есть бизнес-центр, а лучше их два, а лучше три. Тебе почему лучше, сейчас объясню, ты, значит, решил на них устроить видеонаблюдение, взял Flussonic, взял камеры, Flussonic Watcher, взял камеры, практически в plug-and-play режиме подключил камеры к Watcher. и вот здесь возникает следующее. Ты можешь централизовать, централизовать свое видеонаблюдение, как было раньше. Раньше аналог, если помните, другое название, Close Circle Television. То есть это реально телевидение закрытого цикла, закрытого круга. Вот есть провод, есть камера, он соединяет камеру с регистратором, и все, вот он тракт. Куда провод дотянулся, там ты получаешь результат. Переход в цифру позволил разнести потребителя и камеру, а еще и медиасервер на бесконечные расстояния. Камера может стоять у тебя в доме, в квартире, где-нибудь здесь в Москве, сервер находиться где-нибудь в Европе, потому что там дешевле, а ты улетел, ну, например, полетим дальше на запад в Америку и хочешь посмотреть, что как там там дома, это все нормально. И вот на таких расстояниях все это начинает работать очень хорошо и очень славно. Вот, собственно, немножечко о Flussonic и немножечко о видеонаблюдении. Давай я немножко добавлю туда же, тоже порекламирую Flussonic. У нас в Tensor конкретно завершился проект недавно, называется он автоматическое подключение видеокамеры к СБИСу, где ты просто вводишь серийник и оно вот так вот по щелчку у тебя все работает. Поэтому то, что... Ой, Падон, что ты говорил, да? Plugin Play существует, но нужно его разрабатывать. Да, Plugin Play существует, нужно его разрабатывать, а у нас он уже есть. Приходите к нам. Это видеонаблюдение, API-видеонаблюдение не так страшно, как может показаться. А вот у нас коварные слушатели спрашивают, что как бы шифрованный поток это все по ключу, а можно ли как-то верифицировать поток? То есть, что это не какой-то там злобный Man in the Middle у нас в трансляцию идет, а все-таки это реально камера. А вы про токены расскажите свои. Да, можно. Во-первых, верификация происходит тем, что на камере внутри в агенте есть сертификат, выписанный нами, мы его знаем, да? Это первое, что нам приходит поток, зашифрованный тем самым сертификатом. А второе, это токены, да? У нас есть система вот этих ключиков, есть некий middle server, который эти ключики выписывает. И, соответственно, просто произвольная камера подключенная вот с нашей технологией, с нашим агентом, да, шифрующая поток, просто произвольная камера, она даже не дойдет до включения. Сервер ее просто не пустит к себе, он пытается с ней пообщаться, увидит, что вот эта вот самая камера представляется непонятно кем, не отдает ему те самые ключики, которые он ожидает, и поднимет ручки вверх и скажет, ну, ты знаешь, я с тобой дело иметь не буду. Так, подожди, а это значит, что к вам нельзя прийти со своей камеры, надо где-то на вас покупать? Смотри, давай разберем этот момент. То есть, в принципе, прямо сейчас любая API-камера, там 99,9% заведется, но она заведется на том самом стандарте RTSP протоколя. То есть, это вот буквально индустриальный стандарт, как можно снимать видео с камеры RTSP. Но он такой небезопасный, неудобный, там много-много всего, неважно. И, соответственно, там вот ни о каких шифрованиях мы скорее не будем говорить. В лучшем случае, ты сам можешь на камере учинить какой-нибудь VPN-туннель и пробить его до сервера, а сервер просто снова примет RTSP-поток. Так, а там, извини, я тебя перебью, а там нету какого-то стандартного протокола авторизации, который, не знаю, в любую китайскую камеру можно было бы? Есть, в рамках HON-WIFO есть как раз протокол аутентификации, авторизации, там Digest, по-моему, используется. но, опять же, в нем находятся дырочки и, опять же, он не ведет к шифрованию. Это отдельная приблуда, которую нужно устраивать. И вот, помните, я говорил про технологии агента. Собственно, камера, являясь компьютером на Линуксе, мы внутрь этого компьютера добавляем некую микропрограмму. Что она делает? Она, по сути, забирает прям с камеры вот этот самый RTSP-поток. внутри, на камере, прямо в ней все шифрует, все упаковывает и отдает на сервер. А сервер уже это принимает. Ну, и плюс у агента есть некоторый командный канал, канал управления, по которому она еще общается с сервером некоторой дополнительной информацией. Вот, в частности, она проходит аутентификацию и если аутентификация не пройдена, ну, я тебе не знаю, я от тебя ничего не приму, тебе ничего не отдам, тебе ничего не скажу. Вот как-то так. Окей, принято, принято. Что, поехали дальше? Поехали. Успеем, успеем раскрыть, не успеем? Все, успеем. А давайте прыгнем прям чуть дальше в самое интересное. Мы его сейчас уже затронули. Это, это аналитика. Помните, говорили как раз о том, что хочется, как раньше выглядело видеонаблюдение. Сидел, сидел человек, смотрел, что происходит. Потом появились, появились записывающие устройства, они принесли новый сценарий. Если что-то случилось, можно отмотать назад в прошлое и посмотреть, что там происходило. И это привело, например, к буму, к буму использования видеонаблюдения как в качестве доказательства в судах. В какой-то момент это прям приехало, приехало в эту область и позволило решать многие спорные кейсы. Оказалось, что не обязательно опрашивать миллион людей, искать того самого человека, который что-то видел. Можно взять камеру. Но постепенно эта идея развивалась. И она развилась как сама идея, так и технология. То есть идея не смотреть в объект, не смотреть в монитор, а получать какие-то, получать какой-то ответ, что там все хорошо или все плохо, она давно витает в головах. Но вот технологии не позволяли этого делать. Если помните, то в тех же 90-х ну, конечно, были разговоры про видеоаналитику и машинное обучение, но что-то это было очень редко. Сейчас это прям основной базовый тренд. В чем его суть? А суть в том, что мы уже прямо практически в реальном времени можем анализировать поведение людей, машин, животных и некоторые ответы генерить прямо здесь и сейчас. Например, если брать тот же охранный сценарий, как он был? Камера смотрит на забор, если через забор кто-то полезет, охранник начнет звонить в тревожную кнопку. Как поменялся сценарий с появлением видеоаналитики? Оказалось, можно анализировать это на лету машинкой, и машинка будет видеть, что вот кто-то нарушает периметр. Например, кто-то пересек линию, которую нельзя пересекать, вот он почему-то ее пересек, и поднимает тревогу сама. В одном из вариантов, например, просит охранника, провалидировать, что да, это неправильный кейс, все, нужно поднять тревогу. Либо же сразу бросает аларм, поднимает роту солдат, которые должны что-то решать. И это позволило немножечко двинуться вперед в видеоаналитик, да, при такой использовании. Позволило двинуться вперед в сторону применения видеоаналитики там, где видеонаблюдение может принести некую совершенно перпендикулярную пользу, нежели чем просто защита. Один из таких потребителей, который уловил эти тренды и стал хотеть видеоаналитику, это оказался ритейл. Почему? Потому что, ну вот хорошо, у меня есть магазин, я могу в нем повесить камеру и в принципе в нее там посмотреть, если кто-то у меня что-то украл, если мой охранник заметил, что что-то идет не так, он может там подбежать к камере, посмотреть, что да, этот человек что-то взял с полки. Но в целом это не сильно помогает. Было бы здорово, например, сразу узнавать, что что-то идет не так. Хотя бы узнавать человека, который замечен в воровстве. Привет распознаванию лиц. А еще можно, а еще было бы здорово смотреть, как мои покупатели по моему магазину ходят, где они чаще останавливаются, куда они чаще смотрят. И это тоже видеоаналитика, там привет тепловые карты. Было бы здорово, было бы здорово смотреть, насколько часто ко мне возвращаются покупатели. Для этого их нужно как-то отличать друг от друга, смотреть, кто новый, кто старый, сколько их приходит. И снова аналитика лиц. И вот так вот постепенно размышляя над этим, аналитика лиц вторглась в аналитиках, видеоаналитика, да и в частности аналитика лиц, аналитика принципалов или туловища или силуэтов, пришла в ритейл. Вот. Затронули тему видеоаналитики. Вот ты знаешь, вот у меня, и не у меня, у наших слушателей уже заранее, по-моему, были приготовлены вопросы, а что вот с правовым регулированием этой истории? Это же перст данные. Я вообще магазину не разрешал мои лучезарные вещи анализировать как-то. На каждую хитрую, хитрующую, найдутся другие хитрующие, которые звучат как это. Пользовательское соглашение, галочку не ставь, не хочешь, но и сервис не получишь. Нет, просто откатываясь чуть-чуть назад, я помню, что вот когда появились авторегистраторы, да, там были определенные вопросы по поводу правомощности использования записей в суде как доказательства. Да, ну там что-то вроде как-то там утрясли, что да, окей, можно. Хотя там у нас, естественно, никакого подтверждения, что это настоящая запись, там еще все прочее, не требуется, как-то ладно, бог с ним. А тут теперь действительно у нас везде дофига, значит, умные камеры, которые нас там, не знаю, считают, учитывают там, я не знаю, эмоции, еще что-то, ну все на свете реально уже делается. Слушай, тут, наверное, стоило бы пригласить какого-нибудь очень прокачанного юриста, который был бы готов пообсуждать все эти GDPR-ы, там калифорнийский же тоже есть аналог GDPR-а, вот. Я так, немножечко назад отступлю на уровень трендов, смотри. Обычно, давай даже так, есть такая интересная девочка, ее зовут Перес, кажется, она где-то в начале этого века посмотрела на тренды предыдущих революций и сформулировала свое видение того, как происходит адаптация новой технологии. И вот в ее видение, там, приезжает новая технология, она вызывает некий скепсис, но через какое-то время в этой технологии люди начинают видеть пользу, начинают ее внедрять. Она смотрела на технологической революции прошлого века, на паровых двигателях, на транспортной революции. Это не важно. Важно, что в какой-то момент люди начинают интенсивно потреблять эту новую технологию, случается бум, и вот где-то после этого бума просыпаются те, кто должны отвечать за регулирование, просыпается говермент, который встраивает эту технологию в жизнь людей с точки зрения законов, с точки зрения норм, с точки зрения чего можно, чего нельзя. И вот, ты знаешь, я не готов ответить доподлинно, в каком месте мы сейчас находимся. Мы сейчас уже в том месте, когда говермент действительно должен это делать и как-то регулирует, или мы на самом деле еще делаем самые-самые первые технологические неуверенные шаги, и правительство придет чуть позже и подумает над тем, как же на самом деле этим пользоваться, где можно, а где нельзя. Потому что, вот давай прыгнем сейчас вот прям в горяченький пирожочек, это в Москве, как он называется-то, FacePay, который тебя пускает в метро по твоему лицу. Вроде бы, офигенно, да? Я даже руки из карманов доставать не буду, чтобы зайти в метро. Просто ногой дверь толкну, подойду к турникету, и он мне дверь откроет дальше. Шоколадно. Но, конечно же, в этой технологии есть сайд-эффект. Во-первых, ты должен свое лицо кому-то засветить заранее, чтобы тебя могли узнавать. Вот уже ты сдал биометрические данные, да? Дальше это порождает трекер. При хорошем раскладе очень легко просмотреть, на каких станциях ты входишь, на каких выходишь, тебя найти. Насколько это хорошо, насколько это плохо, что будет, если такая информация утечет. Все это оставляет очень много вопросов, и, пожалуй, мое пока персональное мнение, что все это еще не решено, и до решения еще достаточно далеко. Ну, я не знаю, вот это просто насколько уже к вопросу, к юристам или нет. Просто, ладно, забываем там про все эти магазины, компании, государства, как бы это все хорошо, но я насколько слышал, что если я сейчас возьму себе, вот у себя перед своей квартирой, поставлю видеокамеру, записывать, не будет ли там ко мне кто-то ночью ломиться, чтобы, да, вот умная система распознавала, мужик, тебе ломают дверь, включала бы какой-то там ахтунг, да, то мимо проходящие соседи вполне имеют право сказать фи, мы не хотим, чтобы нас вот эта козлина из этой квартиры снимала, и оторвать эту камеру. Ты знаешь, не совсем так, у меня здесь был недавно случай, который заставил немножко здесь разобраться, поговорить, и вот, опять же, мое мнение не является мнением эксперта-юриста из НТК законов, но вот насколько там я пообщался и насколько я выяснил, происходит следующее, значит, существуют приватные территории, и существуют публичные территории, например, подъезд, например, там, дворовая территория, это публичная территория, и организовывать видеонаблюдение, ты имеешь там право, а вот интересность возникает вот где, то есть, если ты вешаешь камеру в подъезде, то это нормально, до тех пор, пока камера не умудряется заглянуть в квартиру твоего соседа. Вот если ты повесил камеру так, что открывает дверь сосед, может засветить свою квартиру, вот тут, как бы, суд вполне может потребовать снять эту камеру и посчитать, что ты нарушаешь частную жизнь. А то, что сосед под ней ходит, вообще говоря, это твое доброе решение подойти к соседу и предупредить, сказать, слушай, я вон там на потолке камеру повесил, он будет снимать, ты с любовницей не ходи, потому что твоя жена может почему-то попросить меня показать. Или предупреди, я расписание записи настрою. Ну да, предупреди, у меня будет по расписанию записывать. Я бы хотел реальный кейс рассказать на эту тему, если есть время. Конечно, давай. У нас в многоквартирном доме ящик висит в подъезде наверху. И, значит, кто-то повалился вырезать кабели прям так, с мясом под корень. Ну, соответственно, у всех падает интернет, мы доблестно приходим, это все восстанавливаем. Нам это в один момент какое-то надоело, поставили камеру. Ну, начались качели в том плане, что вы нас снимаете. Вот как раз то, что вы разговаривали. Подняли мы гражданский кодекс, показали людям, что в местах общественного пользования мы вполне имеем право это снимать. Другое дело, что мы не имеем права это в интернет транслировать, а снимать имеем право. Но, говорит, как раз мы когда дверь открываем, они говорят мне, вы смотрите в квартиру. И решили мы эту проблему тем, что вот этот проем, который открывается, когда там они дверь открывают, мы просто маской закрыли черным прямоугольником и все стали счастливы. На камере, да? Да, да, да. И все, и больше правда. Мы так и не признали. Все честные, понимаете, все честные, когда вот камеры стоят, все резко начинают соблюдать законодательство. Подожди, а я хочу уточнить, это маска в смысле кусочек картонки или софтовый? Нет, слушай, давай я расскажу. Вот еще одна классная штука, которая отличает аналог от цифры. В цифре есть процессор, который вот обрабатывает и есть такая классная фишка, что ты прямо на камере можешь нарисовать черные квадратики и эти черные квадратики будут просто вырезаться из видео и не отдаваться с камеры. Камеры будут прям убирать. И ты не будешь получать их никогда, нигде и никак. Ну, почему? Техническая это возможность где-то с камерой. Ну, конечно же, можно это делать и на сервере, на самом деле, получая поток, но вот камера, как компьютер, позволила делать такие классные штуки, замазывать какие-то зоны и решать вот такие проблемы, что там какой-то середина кадра, ни край, ни левая, ни правая, середина кадра смотрит куда-то, куда нельзя. Ну, отлично, зашли на камеру, в интерфейсе камеры нарисовали черные квадратики, все, нет проблем с законом. Окей. Вот тазика как раз вот, я уже говорил, зонемайндер, это, ну, от слова зония, да, там как раз-таки это была такой киллер фичи, что ты можешь на разные вот эти квадратики, которые ты создашь, настраивать разную чувствительность, можешь просто выкидывать из обработки. Вот дерево шатается, тебе это неинтересно, тебе важно, вот как тут люди в подъезд заходят, да, чтобы она писала только это, а как там листики падают и прочее, это никому не нужно. Слушайте, господа, да, мы тут приближаемся к завершению, поэтому давайте немножко, давайте немножко за два часа уйдем и я хочу тут... Можно я вот последний вопрос задам, вот про вот бытовое использование, просто интересно зайти с другой стороны, это сейчас вот такая модная штука в определенных параноидальных кругах, собственно, как мне себя спрятать от видеонаблюдения, да, и там же пошло уже, что какие-то ткани светящиеся вот в ВК-подсветке, да, когда смотришь на камеру, а там вместо человека какой-то фонарь идет двухметрового роста и светится, чтобы больше ничего не видно, там какие-то предложения по текстуре ткани, которая там за счет, не знаю, взлома алгоритма вот этого кодека превращает тебя вот в какое-то мыльное пятно, а не в человека, вот вы с этим уже сталкиваетесь, как-то с этим кто-то хочет бороться со стороны видеонаблюдения? Мне кажется, маску надел и вперед шагать, кто тебя не узнает. Ну да, слушай, спрятаться можно, ну, просто не попадать в камеру, хотя, например, некоторые мощные трекеры, они могут ловить тебя по некоторым твоим особенностям, не только лица, то есть понятно, что тебя с твоим паспортом никогда не соотнесут, но ты заходишь, например, в область видимости камеры, камера что-то такое тебе узнает, например, одежду или твою походку, и дальше тебя трекает, как ты шел от одной камеры к другой именно по этим особенностям, то есть тебя не видно, тебя идентифицировать нельзя, но тем не менее, твой путь проследить можно, и кто-то мне рассказывал такой кейт, что по сути это приводит к чему, вот ты прячешься весь, прячешься, 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 а по треку находят то место, где ты палишься, рано или поздно ты такие засвечиваешь свое лицо, и вот ты, значит, весь такой молодец целый год ходил, прятался, но 31 декабря напился Я утрирую, про домофон это неправда моя выдумка сейчас, но тем не менее, если брать более приземленно, да, со спуфингом пытаются бороться по-всякому, как алгоритмами, так и там законами, да, например, знаете, что если ты вот эти пленочки, которые в инфракрасном свете заставляют номер быть неразличимым, вешайся на машину, ну, будь готов, что тебя снимут и заберут права. Кто не хочет попадаться, может пересмотреть фильм с Мэттом Дэймоном, Джейнсен Борн и прочее, прочее, вот эту трилогию, сколько там, четыре фильма, кто не хочет попадаться на камеры. А мы переходим к следующему пунктику, быстренько про охранный сценарий, да, в принципе, мы тоже раскрыли, да, что сидит охранник, у него алармы, это охранник может быть где угодно в магазине, он может в СОДе сидеть и у него что-то происходит, движение какое-то незапланированное, не дай бог, пожар, дым и так далее, то есть мы можем мониторинг с видеонаблюдением скрестить, и у нас получается еще такая одна система. Да, это очень классно мне напомнил кейс, то есть охранный сценарий, он как был, так и остался, но в него доносят много разных интересных штук, которые облегчают жизнь охраннику, в основном все растет из мысли о том, что люди, они не машины, и есть исследование, которое говорит, что там на масштабе 20-30 минут у человека внимание падает там в разы, и потом он уже ничего не видит, ничего не замечает, и вот отсюда очень много всего растет, а ты мне напомнил про другой интересный кейс, который теперь с цифровой, с приходом цифрового видеонаблюдения реализуем, это кейс разного рода детектирования чрезвычайных ситуаций, у тебя висит камера, она смотрит на город, ну понятно, что там бывают, не знаю, аварии, бывают драки, но бывают еще пожары, а еще бывают прикольно лесные пожары, у тебя камера висит где-нибудь на границе города, и помимо, помимо там непосредственно города, она видит еще какую-то там даль, и вдали может начаться дым, и собственно может случиться аларм в МЧС, что ой, ребят, кстати, отличная затравочка просто, это повод Дмитрию, мы не перепутаем, рассказать про свой проект «Сочи камера». Да, с удовольствием, давным-давно, в 2006 году, был у нас такой клиент, назывался заявочный комитет «Сочи-2014», они у нас брали интернет, и поскольку мы общались, они нас же попросили поставить три вебки где-нибудь в городе, одна, чтобы на море смотрела, одна в горы, и одна где-нибудь там в городе, что тут люди живут, машинки ездят. И дали нам три камеры, как раз Аксисы, одну из там первых моделей, которые, ну вот мы говорили в самом начале, вот эти огромные с корпусами, с объективами и так далее. Мы это дело поставили, отдельно сделали страничку на своем сайте, и им это сдали. Ну, «Сочи» выбрали в 2007, по-моему, году, и камеры они нам так и оставили эти. Вот. Ну, я сделал анонс, как бы, в городе, что вот такие камеры появились, и мы смотрим, что у них постоянно начали, как бы, кусоваться люди. И мы использовали тогда код, который сам Аксис давал, то есть там диск шел с камерой, что вот этот код вставки, непосредственно на камере делается белый IP-шник, вот этот код вставляешь себе на страничку, и у тебя получается картинка. Протокол был тогда древнючий, назывался MotionJPG. Я не помню, этот год, это еще даже айфонов не было, они в 2007 появились, настолько это все древнее. 15 лет назад, получается, началось. И мы, когда, значит, начали эти камеры люди досить, взламывать и так далее, мы стали искать какой-нибудь стример, который встанет посередине между клиентом и камерой. Нашли такую штуку бесплатную, на Linux'е Avret называлась. Она позволяла разделить камеры как бы от клиентов, она позволяла сделать, снизить нагрузку на камеру и на канал связи до нее, то есть с камеры шел всего лишь один поток до этого медиасервера. И у людей уже пропала возможность как-то заходить на камеры, ломать их там, досить и прочее. Вот. В таком виде оно у нас простояло года два, наверное. Вот. Потом, когда началась стройка вся эта олимпийская, город стал в пробке, тут жучно творилось. У меня возникла проблема, с которой я раньше не сталкивался. Это, ну, реально пробки, да, то есть вечером надо домой доехать, я не знаю, как поехать. Стоит пробка там, по Донской условно, да, или нет, или там другой маршрут выбрать. Яндекс.Навигатор тогда, наверное, даже его вообще не было, но то, что он не показывал пробки, это совершенно точно. Вот. И мы поставили камеры просто по пути ко мне домой, чтобы мы, ну, для себя как бы смотрели, как с обстановкой на дорогах. Опять же, анонсировали это людям, это все очень прижилось, понравилось. Вот. И, как бы, оно, ну, что называется, пошло-поехало. В 2009-м зарегистрировали доменное имя sochicamera.ru, которое, наверное... Слушай, по поводу... Дим... Да. Дмитрий, пардон. Пардон. По поводу людям понравилось. Скажи, пожалуйста, какие-то вот кейсы твоя система решала, то, что мы сегодня обсуждали, где-то что-то загорелось, какое-то ДТП, что-то еще произошло, и вот за счет того, что вы пишете камеры, с камер стрим куда-то отдаете, и решались, какие-то правонарушения пресекались и так далее. Ну, по ДТПшкам, конечно, постоянно обращаются. За общество, да. У нас сейчас уже третья, вот такая здоровая папка А4 собирается этих запросов по ДТПшкам. Конечно, там давали ответы на них всегда, если это официальный запрос приходит, бесплатно даем записи, никаких проблем нет. Значит, я хочу немножко остановиться на именно серваке, потому что мы, наверное, все перепробовали, что было. Я напомню, что флюсовник, он вообще-то появился как бы в 2010-м, а Сочи камера в 2006-м. Ну, не Сочи камера, а вот те три камеры первые, да. И как-то нам вот это все время надо было на чем-то простоять, продержаться. Эти три камеры еще работают? Нет, конечно. Это что, давно уже пристлели они. Ну, их заменили на современные. Значит, мы чего перепробовали? Вначале мы попробовали просто банально VLCU это все порешать. Ну, там получается, что конфликты, если много инстанцев запускать на одной тачке, то они конфликтуют друг с другом. Мы их делили докерами, делили виртуалками, но все равно как-то схема такая, знаете, как карточный домик. Она нет-нет, да и свалится. Вот. Потом, значит, попробовали такую штуку Nginx плюс FFMPEG библиотека. У нее, конечно, она гораздо стабильнее работала. Она без вот этих вот костылей уже. То есть, собственно, она для этого и разрабатывалась для стриминга, да. И вообще FFMPEG это легендарная вещь. Я думаю, что ребята со мной согласятся. Это как бы истоки, наверное, для всех стриминговых движков. Это open-source проект, которого, наверное, все отталкивались когда-то. Вот. Ну, недостатком вот этой связки Nginx и FFMPEG было то, что там не было повторного запроса потока. Если, допустим, с камеры бежит поток, а что-то случилось на сети или у камеры вырубилось электропитание, потом подрубилось обратно, то не восстанавливалось вещание. Надо было ребутнуть это все хозяйство, чтобы опять камера опросилась и поток на сайте появился. Вот. Это очень вымораживало. И мы сделали там даже скрипт, который раз в час по кроме ребутал всю систему. Ну, это, ну, сами понимаете, что за уровень. Это не годится никуда. Пробовали Red 5, стример есть такой бесплатный. Он почему-то вообще не встал. Я сейчас даже не вспомню, почему он не встал. Не помню, честно. Вот. Также у нас была такая шальная идея взять вообще просто через YouTube организовать стримы, потому что, ну, мы в данный момент там стримимся через YouTube, а там есть такая возможность, да, и тут вообще никакие стримеры не нужны, никакие движки, ничего, просто там бери, там YouTube-плееры вставляй на сайт и будь счастлив. Но, сами понимаете, такое мог только профан предложить, потому что это надо, ну, грубо говоря, там 300 камер, тебе надо 300 учеток в YouTube. И еще всякие РКН и прочее. Ну, да, это, во-первых, во-вторых, не столько РКН, тогда у него не было такой функции, сколько вот эти вот у нас люди с красивыми лицами, которые, как это сказать, мультикультурные, гендерно-нейтральные, вот это все, да, я не хочу, чтобы за меня принимали решение где-то там, в Силиконовой долине, вот прям не хочу, не нравится мне это. Могли, я просто, почему это говорю? Потому что я общаюсь, я как девелопер общаюсь и с Apple, и с Android девелопер группой, вот это с Microsoft, мы с Ripe, мы постоянно общаемся, потому что я занимаюсь IP подсетями, маршрутизацией и прочим. Очень неприятно то, что там постоянно доказывают, что не верблют, мне это не нравится. Вот, и я пытаюсь это как-то свести к минимуму. В итоге, конечно же, эта идея была отвергнута, когда вообще не нужен стриминг. Ну, стриминг, так можно работать, если ты вот в Твиче стримишь, да, то, что мы в самом начале говорили, или в Ютьюбе, если ты один, то у тебя больше одного стрима одновременно не бывает. А ну-ка, сделай-ка несколько сотен вот так. Ну, наверное, не получится. Вот. В итоге мы приземлились на Вовзу. Вовза, славный движок, все знают про него, да, конкурент Flussonica, и мы несколько лет на нем вполне успешно и стабильно работали. Я купил лицензию, она там что-то около 4 тысяч долларов стоила на те деньги, да, сколько там, я не помню, какой был курс 2009, что ли, год. Я не помню, какой был курс. Вот. Это Вовза была третьей версии, работали мы, то есть, воспроизводилось это все через Flash Player. Напомните, какой протокол Flash проигрывал? Что-то MPEG-TS, да, или что-то такое. Ну, HLS-а не было тогда. Да, чтобы мы помнили, Flash умер, да. Вот. MPEG-TS, да, что-то такое вспоминаете. Из аналов памяти вылезает MPEG-TS. И помните, вот это вот тогда войнушка шла между Adobe и Apple на тему, кто более проприетарный, кто более открытый. В 2010-ом Стив Джобс знаменитое письмо написал Thoughts on Flash. Вот я недавно его перечитал. Конечно, удивительно после 11 лет перечитать, что тогда творилось. А творилась натуральная война стандартов. И где Flash выигрывал тогда, и iPhone, и iPad были единственные устройства, которые запретили использовать Flash воспроизведение у себя, оно просто там не открывалось и блокировало всячески. А у нас очень камера на Flash была. Ну, потому что, как они сами тогда вот писали в этих своих переписках, что 75% медиа-контента воспроизводилось через Flash плеер. Так я к чему это все? Вовза доблестно вот это вот все воспроизводило нормально, без проблем. А я разово заплатил денег, как бы все казалось бы хорошо. Ну, у нас потом пришел 2014 год, появился HTML5 и появился HLS. Вот это, наверное, целая веха, да, в видеостриминге. Вообще, помните время, когда YouTube на Flash работал, у них Flash плееры были, а не те, что сейчас... А под видосиками звездочки можно было ставить. Да-да-да-да. Да. Вот. И что произошло? Произошло то, что, значит, с ВАВЗы надо было апгрейдиться с третьей на четвертую версию, и вот эти доблестные ребята мне сказали, что Дима, ты красавчик, ну, блин, вот заплати нам еще бабла. Чематом. Да, причем, причем, у них перестала быть вот эта схема биллинговая, когда ты платишь один раз. Ты должен у них арендовать софт теперь, вот, начиная с четвертой версии, представляете? Подписочная модель. Чуваки, вы там такие, блин, френдли, там, такие эко, а как же так? У меня социальный проект без копейки выгоды, я просто стримлю, да, там же реклама нету. А как я вам буду? Они мне посчитали, 15 тысяч долларов в год я им должен отдавать за ту нагрузку, которая была на тот момент. А за то, что у меня соцпроект, они мне дали скидку аж 10%. Ну и тут как бы я начал искать, что делать, да? Вот. Я помню хорошо этот момент, когда админ местного сайта здесь в Сочи, Миша Максим, привет ему, я ему ссылочку кину обязательно, он мне рассказал про флюсуни. Я нашел вас, и мы с Максом познакомились, с Лапшинем, и начали, нам дали ключ реальный, вот, надолго дали, мы там очень много его крутили, вертели. С Вовзы мы уходили долго. Это, наверное, полгода как минимум продолжалось, вот, и в итоге, да, перешли, и да, есть поддержка HLS, да, есть возможность разово заплатить, а не арендовать бесконечно софт, то, что нас более чем устраивает. Вот, начали мы с пятой версии флюсовника работы, сейчас вроде у вас 21.10, я посмотрел вот с утра, и, да, как бы нет желания куда-то уходить, отдельно вообще радует то, что вы по-русски разговариваете. Что еще могу сказать? Сейчас как бы у вас экосистема получается, да, то есть у вас не только там медиасервер, у вас есть отдельно плюшка с наблюдением Watcher, мне что нравится? В том, что вы даете СДК, то есть по видеонаблюдению мы перепробовали вот тот самый ВРЕК давно, потом Секьюрос был, Троссир был, Форпост был, все это как бы мы прошли, сейчас мы на ВОЧере, по ряду причин, и я хочу слушателям сказать, мне ни копейки не забашляли за это, это честно абсолютно говорю, я просто попросили рассказать, почему мы столько лет с флюсовником. Что мне нравится в ВОЧере? Нравится то, что они дают СДК, то есть я могу их код встроить в свое приложение мобильное, как для Гугла, так и для Айоса, и не делать какое-то отдельное приложение, которое вот как другие предлагают, допустим, разработчики видеонаблюдения, а просто в свой личный кабинет абонента бизнес-связи встроить кнопочку видеонаблюдения, и он будет там конкретно свои камеры смотреть, перематывать, архив, выгружать и так далее, то есть полный функционал в мобильном приложении делается через СДК, я могу встроить это все в свое существующее приложение, это круто, по сравнению с вайт-леблами, которые вот другие ребята предлагают, вот, а в самом флюсонике мне нравится сейчас, у нас есть такая, как сказать, наблюдение, да, примета, что в Сочи многие знают, что такое Сочи-камера, но то, что это сделала бизнес-связь, не знает почти никто, потому что, ну вот так вот, хотя это три раза написано на главной странице сайта, вот когда заходишь, там три раза написано бизнес-связь, проект бизнес-связь, все, ну почему-то не смотрят, ну вот, а во флюсонике есть такая штука, как трероллы, можно я расскажу, да, про трероллы? Давай-давай, конечно. Значит, что есть, ну, шутка за 300, да, есть роллы, Калифорния и так далее, а есть прероллы, мидроллы и построллы, это то, что есть в стриме, ну, как реклама обычно вставляется в начале видео, где-то в середине и в конце, это на сегодняшний день реализовано в флюсонике, и у нас есть возможность, то, что мы сейчас уже реализуем, вставлять какой-то короткий ролик бизнес-связи перед тем, как у человека начнет показываться стрим с видеокамерой, ну, там банальную какую-то анимацию, где будет видно, что это бизнес-связь, да, это прям очень-очень нравится, и мы сейчас у нас в разработке шестая версия уже ведет с сайта Сочи Камеры, сейчас пятая в работе, а в разработке шестая, там будут уже эти прероллы внедрены, вот, что нам дала Сочи Камера, кратко, там пару цифр буквально, значит, это, ну, сайты у камер про Сочи, мы их ставим там на море, на дорогах, на Красной Поляне, вот как и изначально оно и было, в том же месте, только камеры под 400 штук на сегодняшний день, и мы очень стремимся, знаете, какие-то вот именно ключевые места города, не просто напихать, а чтобы интересно было смотреть, допустим, я там на опыте сейчас могу сказать, что общие виды людям не нравятся, лучше поставить на какую-то точку, где какая-то движуха, вот, я сейчас авиацией занимаюсь, например, я там две камеры поставил на то, как самолеты взлетают, спойтеры меня поймут, вот, в итоге на сегодняшний день мы имеем 300, вот я просто отчет смотрю, 321 тысяча визитов за месяц, 93 тысячи уникальных посетителей, 3 с лишним миллиона просмотров за месяц, получается, это еще без учета мобильных приложений, без телевидения, потому что эти же камеры у нас идут отдельно в пакете, телевидение, наши абоненты могут смотреть и перематывать камеры вместе с телеканалами, которые мы им предоставляем, если про мобильное приложение говорить, на сегодняшний день Android, это 68 тысяч активных абонентов, пользователей, и на iOS это 19 тысяч активных пользователей, активных пользователей, они считают, это если человек хотя бы раз в месяц воспользовался приложением, вот, пытались мы зарабатывать на сочекамере, пытались размещать рекламу гугловую, там, я заработал аж 600 долларов на этом, вот, за один месяц, а потом произошло то, что, значит, отблокеры научились блокировать это все, ну как, не без помощи людей, конечно, да, которые говорят, что вот это реклама, и оно начало блокироваться, мы пытались это обходить, бороться, и делали даже слой, который включался поверху сайта, если, ну, сайт распознает отблокер, что там реклама не выводится, вот, но в итоге это все работало как-то криво, потому что, ну, вот эта вечная война, там блокеров с рекламщиками, мы пытались даже и менять айдишник этого блока постоянно, и координаты этого блока на страницах, вот, но в итоге как бы бросили, вообще выключили на сегодняшний день любую рекламу на сайте сочекамеры, и просто будем ее делать вот этими самыми преролами, которые уже не выпилишь просто никак, тут все эти отблокеры просто идут лесом, вот, значит, на сочекамере мы не зарабатываем, но это очень крутой для нас пиар-проект, потому что, ну, сами видите, какая аудитория, в Сочи, понятно, по посещаемости это первый сайт, если брать все сочинские сайты, в Краснодарском крае третий по данным лайв-интернета, в России там за тысячу, ну, там понятно, там соцсети, там поисковики, как с ними вообще конкурировать, это без смысла. Так, подожди, извините, перебью, я может быть просто упустил, так а кроме того, что вы вот даете людям там возможность, не знаю, посмотреть, а вот в том месте пробка, в чем польза? Дело в том, что это Сочи, понимаешь, вот тут всегда есть какие-то штуки, на которые все хотят посмотреть, со всей России, что там, у нас пик посещений когда происходит? Когда Сочи затапливает, например, вот у нас там в среднем по 2000 сидит пользователь, а там может и 10 быть, вот затапливается, надо посмотреть, как их там затапливают, типа интересно же. Конечно, естественно, блин, ну, таким образом мы немножко и себя рекламируем. Слушайте, откройте сайт, попробуйте не залипнуть, там есть тигры в зоопарке, по-моему, я вот на них залипал какое-то время, там есть камеры в горных курортах, вот там сейчас я смотрю, снег валит, роза хутор, можно надолго залипнуть. Я хочу отдельно рассказать про наши, вот по сути, ноу-хау, да, потому что я такого не видел, мобильные камеры, причем мы их разработали дважды, по сути, сначала, первый раз это было на базе мобильного приложения для андроида, но телефоны перегревались, глючили, у них вспыхала батарейка, потому что у тебя работает и GPS-модуль, и передатчик данных, причем максимальная там загрузка, да, и видеокамера, то есть это у тебя GPU работает. Телефоны очень сильно грелись, разряжались, вспыхали, как бы мы ушли от этого. Потом в следующей итерации мы вернулись к мобильным веб-камерам, сделали их на базе просто, ну, аппаратных веб-камер с поддержкой 3G, 4G, и плюс договор был с мобильным провайзером о том, что мы арендовали там статические IP-адреса и VPN-канал. Они ездили, их было около 10 штук, мы их поставили на городские автобусы, и они катались вот от центра города до Красной Поляны и обратно, например, до центра Вадлера и обратно. Еще мы хотели на электричке поставить, но РЖД сразу не сказал. Это все очень-очень живая тема, но она как бы сейчас не живая, просто по той простой причине, что водителям это не надо. Они не следят за этим, это просто какая-то для них. Ну, муниципальные автобусы, понимаете, если бы мы нашли ну, как кэриера, да, то есть куда поставить эти камеры, чтобы за ними следили, чтобы там они были подключены, это бы работало. Это достаточно надежная тема. Вы прикиньте, какой кайф сидеть, где-то там смотреть, как ты едешь вот по всем этим, по туннелям, там по лесам до Красной Поляны и обратно. Очень много людей смотрел. Это были самые популярные камеры. Вот. К сожалению, пока мы это на паузе держим, мы не нашли, куда их поставить, так, чтобы за ними нормально следили. Вот. Хочу немножко флюсоник поругать, потому что так, получается, только хвалил все время. Можно, да? Давай-давай, не стесняйся. Вот. Как ты начнешь ругать, да, я добавлю все-таки в клинию свой комментарий. Я как местный житель использую этот сервис. Вот нужно тебе пойти на пляж, да, или куда-нибудь? Ты такой, ага, сколько там свободных шезлонгов, сколько там людей, что там с QR-кодами у Моримола, сколько там на парковке машин. Так, не, сегодня не пойду, а завтра пойду. Дождик пошел, о, людей нет, пойду по набережной бегать. То есть, короче, нормальная тема. У нас рыбачки пользуются, значит, сайтом, потому что они как-то определяют, будет клев или нет. Я не в теме, не знаю как, но прямо вот мне рассказали, что вот, как бы, идти на море сегодня или нет, будет клевать или не будет, можно каким-то образом по камерам определить. Нужно выяснить и запилить видеоаналитику. Наверное, я не знаю. Ну, что сказать, сайт реально популярный, потому что с него тащат видео, там, даже первый канал, я вот ругался недавно, уже берут наши эти видосы, как раз про потоп, такие, знаете, наш корреспондент находится в Сочи, вот кадры из Сочи, херяк, там, блин, наша камера, да, И снизу бизнес-связь. Да нифига, в том-то и дело, блин. Выряжают. Там нет, просто, то, что бизнес-связь внизу, это же оверлеем идет, это не видео, мы не миксуем это, да, то есть можно было бы это замиксовать, они бы все равно вырезали, они умеют. Это идет просто, вот в структуре сайта, как бы слой сверху добавляет эту, она же убирается, ее можно выключить. Вот. Мы, кстати, даем также код вставки на сторонние сайты, у нас там, так же, я не знаю, горки-город, розохутор, другие пользуются, то есть мы ставим камеру, мы делаем стриминг, им дали код вставки, и они у себя разместили. Там это, нет наших никаких знаков, ничего, просто чистое видео с кнопочкой play. Такой сервис есть. И, кстати, Fluxonic здесь нас выручает вот этими своими токенами, то есть, чтобы, ну, я-то могу людям дать код вставки, но я знаю, что он будет работать только на вот том сайте, на котором я хочу, и даже если админ там его куда-то в интернет выложит, он просто не будет работать больше нигде. что вот этому сайту я разрешил показывать вот эти камеры. Хитро, хитро. Давай вернемся, ты хотел поругать. Поругать, да. Кстати, вы не рассказали про КТ, но вы не рассказали про распознавание лиц чудесное, которое у вас на входе в офис работает. Это я лично наблюдал. Прошу немножко. О, да. Буквально два слова. Ни один сотрудник компании Fluxonic не носит с собой карточку, он входит в дверь, просто внимательно посмотрев на камеру, висящую рядом с дверью. Дальше происходит пик, и дверь открывается. А теперь ругай. Значит, что у вас работает плохо? А у вас очень отвратительно работает генерация статического изображения из видеопотока. Это очень ресурсоемкая штука почему-то в вашей реализации. Мы использовали ее на каких-то, ну, изначально на старых версиях Fluxonic, она там раз в час опрашивала все потоки и выкладывала в папочку ну, там, днэйла, превью, да, то есть, когда, прежде чем кликнуть на карту, у тебя видно, что там вообще на этой карте, превьюшка есть. Вот. Мы генерировали средствами Fluxonic из потока. После какой-то версии у вас это стало настолько ресурсоемким, что у нас загрузка с сервака поднималась в два раза. У него там утечки памяти начинались, он еще в раскоряк установился. Мы долго понять не могли, в чем дело. Выключили, все стабилизировалось. Сейчас генерируем это скриптом, просто банальным, да, FFmpeg. просто точно так же по этому покрону запускается скрипт, опрашивают все камеры, складывают папочку JPEG, и все. При этом загрузка на сервер вообще, она не подскакивает. Я не знаю, почему у вас так реализовано, ну, короче, вот такая вот жизнь. Всего я закончил, у меня больше нет плохого. Слушай, я тебе в твою жизнь подкину идеечку. Мы категорически рекомендуем использовать другой метод, не JPEG генерить, а забирать прям MP4 опорные кадры. Это вообще халявная операция, и у нас есть кусочек справки с кусочками SDK, как делать на мобилке. У тебя таймлапс получается, а мне статика нужна. Ну, таймлапс небольшой, может быть, да, за счет того, чтобы забирается этот опорный кадр. Ну, ладно, мы пошли в свое, в это же, в флесониковое. Про КТН расскажите еще. Господа, давайте немножко про тренды поговорим чуть-чуть. Я думаю, вопросы, которые прислали слушатели, мы в оффлайне ответим, либо в чатик, либо любым другим способом выберем победителя и так далее, потому что на время на это не остается. Поэтому давайте тренды и возможные пути дальнейшего развития. Да, и вот про КТН я тоже пропущу этот вопрос здесь, она немножко перпендикулярна пока видеонаблюдению. Или устроим, там, не знаю, отдельную сессию, точно желательно Макса пригласить община и пообсуждать КТН. Тренды. Ну, давайте немножко в тему трендов. Такая, как, болтальная тема, посмотрим, что будет, но никто из нас на самом деле не знает. Вот что я вижу? Я вижу следующее. Во-первых, аналитика. Вот я вижу его как упорный, очень надежный тренд. Аналитика будет входить все сильнее и сильнее в нашу жизнь. И будет она входить не только в тех сценариях, которые я рассказал, а в каких-то других, какие мы еще не знаем. Но основной тренд будет это автоматизация каких-либо процессов, которые мы раньше выполняли и не задумывались, но тем не менее выполняли. Вот пример FacePay, да, в метро. Кто когда задумывался о том, как он платит за метро? Ну, раньше монетку бросал, он карточку прикладывал и ходил себе и ходил. И вот на тебе просто подходишь, просто смотришь, просто проходишь. И таких примеров будет все больше и больше, когда видеоаналитика будет в какие-то процессы, которые нам привычны, автоматизировать. И я думаю, эта автоматизация сильно полезет в разного рода индустриальные применения и технологические процессы. Там, где понятно, что первые кандидаты это замещение уже имеющихся решений, там, где люди трудятся, там, где люди что-то такое смотрят, что-то такое в технологических процессах делают. Но на деле, я думаю, все пойдет значительно дальше. Пойдет в сторону появления разного рода решений, связанных с видеоаналитикой, которые позволяют улучшить производство, сделать его надежнее, стабильнее, не знаю, выбрасывать брак, отбирать наиболее подходящие образцы или там предотвращать инциденты. А вот, кстати, по-моему, я кидал недавно в канал эту историю, на Хабре была, что там товарищ на металлургическом заводе реализовал, значит, проект, что там история какая, что когда зимой заезжает вагон с ломом на переплавку, что если там, например, в этом ломе есть там, не знаю, бочка, и внутри этой бочки замерзла вода, если это все кидают вот куда, в котел, где вот металл расплавлен, и дальше происходит бабах. И это как бы очень плохо, когда происходит бабах. И вот он запилил какую-то историю на питоне, что вот там, где едут вагоны, стоит камера, крутится скриптец на питоне, он как-то по внешним признакам пытается детектировать вот такие замерзшие объекты, и вроде как у него там даже что-то получается. Ну, вон, да, разного рода конвейерные линии уже кандидаты. Кто-то мне на одной из конференций, наверное, я слышал кейс про пока не аналитику, а видеонаблюдение, но в духе того, что там есть два канала, подводящие электричество в цех, при определенных ремонтных работах нужно выключить определенный канал, а главное не перепутать. И там была такая ситуация, что сидел оператор, был электрик на месте. Собственно, оператор говорил электрику, выключай канал номер два. Электрик говорил, подтверждаю, выключаю канал номер два. Выключал рубильник, это оказался первый канал. И он вырубал там работу цеха целого. Собственно, вот в таких штуках стали ставить видеонаблюдение, чтобы оператор такой говорит, слышь, ты рубильник держишь первый, ну-ка руку переставь. Вот. Но тем не менее, это такие очевидные вещи, я думаю, будут вылезать менее очевидные вещи, связанные как с бочками, да, как всякого рода аналитика, там, где человек ошибался, работал не точно или стоил дорого, но тем не менее, некоторые визуальные данные могли бы дать инсайты и позволить что-то предотвратить или что-то оптимизировать, что-то улучшить. Мне сейчас вот пришел на ум кейс, который я недавно подсмотрел. Ребята видят тренд в 5G, что это достаточно производительная сеть, которая позволит с хорошим запасом пропускать видео через себя, в том числе и высокого качества. И они видят какой тренд. Использование 5G-точек на разного рода добывающих предприятиях, там, где тащить кабеля, ну, просто невозможно. Но при этом можно ставить камеры на тяжелые машины, в которых внутри сидел человек, да, ставить камеры на тяжелые машины и управлять удаленно. Соответственно, снижать риски для человека, который непосредственно в машине сидит. И это тренд, касающийся аналитики. Я вижу, что аналитика будет улучшать нашу жизнь. А другой тренд, который... На самом деле, два таких противоречивых тренда. Первый тренд — это централизованные вычисления, это разного рода облака. И есть ему противоположный тренд. Это тренд age computing, когда девайсы, постепенно, да, девайсы наши становятся все мощнее и мощнее, вот как пример видеокамеры. Она весьма неплохой компьютер. И уже в некоторых случаях сама видеокамера может выполнять какие-то аналитики вплоть до достаточно тяжелых, как распознавание лиц. И один из трендов возможных видеонаблюдения — это перенос разного рода вычислений на непосредственные устройства. И тем самым распределение этих вычислений и понижение требований к тому, что там происходит на бэкэнде, быть может, совсем до мизерных, тем самым облегчая облегчая потребление, облегчая отдачу видеосигнала, его проигрывание, какие-то получения с него дополнительных плюшек, вместо того, чтобы просто увидеть видео, быть может, получить какую-то нотификацию о том, что, ну вот как сейчас, да, это уже работает, детектор движения, если знаете, например, многие камеры отдают детекцию движения. Вот я уже могу не просто смотреть видео, а получить пуш на телефон, который говорит, там рядом с камерой кто-то двинулся, именно в этот момент посмотреть. Соответственно, вот такой edge-компьютинг позволяет получить некоторые новые возможности, я думаю, что вот в эту сторону тренд тоже двинется. Это прекрасно. Спасибо. Ну что, Антон, а может, хватит людей мучить? Я думаю, да, нужно рубильник номер один или номер два, посмотрите, что я делаю, сейчас не то еще отключу. Проанализируйте. Проанализируйте, да. Камеру-то включи, но... Я в трусах, как и все мы. Ну что, давайте заканчивать. По слову, по предложению с трендами понятно, что бы хотелось сказать напоследок. И мы на этом завершим. Напомню, что вопрос, ответ и прочее, прочее мы уже в оффлайне произведем и розыгрыш футболочки и толстовочки. Давайте я написал. Конечно, конечно. Инициатива должна быть поощряема. Оказуема. Я хочу сказать, что видеонаблюдение является достаточно неплохой дополнительной услугой, которая играет роль, когда люди выбирают провайдера. Это касается как предприятий, так и работы банально в многоквартирных домах, потому что мы на своем примере знаем, что если ты, допустим, разговариваешь с тем же домкомом или управляющей компании, говоришь, вот мы хотим зайти в дом, мы вам поставим по камере в подъезд и сделаем запись. Это очень сильно влияет на принятие решения, нужен ли им такой провайдер, как бизнес-связь. Вот. Это у нас прям чуть ли не основная задача вот того виду наблюдений, которое мы делаем, коммерческое, не сучекамера, а именно коммерческое, закрытое. Вот. мониторинг подъездов многоквартирных домов. Наряду, кстати, с телевидением тоже, где применяется флюсоник и там, и там. Вот. Довольны мы продуктом, довольны мы тем, скажем, динамикой развития, которая сейчас есть, теми обновлениями, которые выходят. Маленький пример. Мы недавно меняли АВА-платформу на Главаре для телевидения своего. И в процессе перехода, что старое, что новое, использовали стримера и запись видеоархива флюсоник, что дало нам возможность использовать те же самые стримера одновременно как со старой Медалваре, так и с новым. Это еще уникальная возможность. То есть флюсоник, по сути, можно сказать, что стал в России промышленным стандартом в стриминге. И те, кто профессионально занимается стримингом, наверное, пожалуй, все знают, что такое флюсоник. Я рад, что я знаком с этими людьми практически почти что момента основания компании. Я был в старом офисе, я с ними давно общаюсь. Вот, очень приятные люди и как бы рекомендую всем, кто занимается провайдерством, посмотреть в их сторону, если еще не посмотрели. Все, вам спасибо. Это прекрасно, я считаю. Давайте выпьем за это. Да, это обязательно, конечно же. Я просто что-то сейчас в новости тут подзалип. Ладно, несу. Наверное, я еще там пару... Извини, пожалуйста. Плох, скажу, да. Слишком много флюсоника в эфире, да? Да, слишком много флюсоника. Я хотел сказать то, что мы на самом деле, наверное, мало внимания уделили в нашем разговоре консюмерскому рынку, да, то есть тем самым конечным пользователям, которые как раз там думают в квартиру ставить или еще где-то. Разные сценарии есть использования, в частности, там домашние, например, Wi-Fi камеры, да, которые можно там в разных комнатах поставить и перемещать между ними, они не фиксированы, вот, использовать их там, например, в качестве там радионяни, видеоняни, да, то есть там за детьми следить и так далее. Вот это тоже такой рынок. Скажем так, среднестатистический пользователь, наверное, еще не готов, может быть, даже еще и не готов к такому применению, то есть ему в голову еще не пришло то, что такое возможно, и вот эту информацию донести, наверное, было бы тоже очень интересно. Вот, ну, ладно, здесь, к сожалению, времени не хватило. Спасибо вам за встречу и, наверное, увидимся на следующих подкастах. Услышимся. Было бы неплохо, я считаю. Андрей, или ты уже все сказал? Давайте последнее слово за видеонаблюдением. Видеонаблюдение, оно поменяло нашу жизнь в очень многих местах и еще поменяет. И я очень надеюсь, что вот тот тренд, который в своей книге описал Оуэлл, он никогда не придет в нашу жизнь, в нашу жизнь, все будет безоблачным, светлым и радостным, а видеонаблюдение будет делать еще более светлым, еще более безрадостным, еще более гладким и удобным наше же существование. Вот, за всем спасибо, очень приятно было пообсуждать эту тему, тоже надеюсь, что еще не раз услышимся. Ну что, всем хорошего дня, хорошего окончания субботы. Да, всем спасибо. Всем спасибо, да, очень рады были. Накопится еще у нас топиков, обязательно позовем. Сейчас слите за моей рукой, что я буду делать. Всем спасибо, всем пока. Вырубай. Рубильник номер два. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова